Это завтра касс номер 176, нет, 177, нет, 170, 170 какой-то, я бы так это назвал. А чего у тебя там 6 тогда в этом? Надо писать, короче, знаете, название подкаста, название подкаста, мы уже никуда не поехали и никуда не собираемся. И вообще мы на гарантии. Это было в прошлый раз, да, если что. Да, это вы просто у нас... Седьмой у нас, если что. До этого у нас просто не было, как сказать, здоровья ехать, а сейчас у нас нет денег, спасибо фондовым рынкам. Так что, нормально. Это как сегодня был смешной твит от Юры Трубоджедая на тему того, что теперь ты как-то думаешь о том, чтобы умереть от вируса, и как-то даже с некоторой надеждой. Да, да, да. Ну и вообще могу вам сказать, что вот эти схлопывания финансовых рынков и прочего, это не первый кризис на моей памяти, то есть как бы... Первст тайм, да? Да, 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 потому что мы пережили деноминацию в 98-м году, потом финансовый кризис, там, условно, 2008-го года... 6-го? Нет, 2008-го. Потом был финансовый кризис в 2012-м году. Вот. Я вас поздравляю с новым финансовым кризисом. Блин, будем надеяться, он пройдёт быстро и хорошо. Всё это было, на самом деле, большой проблемой, потому что я помню, когда я... Это каждый раз был проблемой. В 2013-м году я получал 80 тысяч рублей, и это было 2000 евро. После чего я в 2014-м году получал 80 тысяч рублей, и это было что-то типа 1000 евро. Понимаете? Да, и я такой понимал, что моя зарплата просто в два раза сократилась. Да, но привыкай к тому, что новая консоль будет тебе стоить не 40 тысяч рублей, а... Я 60. 70. Я за 70. Слушайте, я думаю, что, скорее всего, оно будет стоить... Знаете, как сейчас это происходит? Айфонами как-то. Расскажи про айфон, это хорошая история. Нет, я просто расскажу, как бы не про айфон, а про вот эту историю. Я много раз про неё говорил, что 500... Да ёб твою мать, серьёзно? Что случилось? Что случилось? А, нет, всё, всё нормально. Короче, 500 евро... Вот, смотрите, 500 евро умножаем на 1.18, 1.20. Так. Получается 600 евро, короче. Берём, короче, 600 евро. По нынешнему курсу умножаем, сколько это? 85, да? 50 тысяч рублей, короче. Я гарантирую вам, что новая консоль в текущей парадемии будет стоить 50 тысяч рублей. Минимум. Есть, конечно, тут вдруг не отскочит курс, как Маргарита Симоньян предрекает. Вот. А вы знаете, все практически все предсказывания Маргариты Симоньян всегда сбываются, поэтому ей верить можно. Вот. Если она сказала, что... Ты говоришь, ты сказать, ледяная кучка. Ну, как бы... Ну, как бы, наверни бобра и не злись. Мне больше нравится та картинка, где вставай мы уронили вообще всё. Да-да-да, вставай, вставай, евро по 85, доллар по 74. Всё уронили. Хотим вам мотивирующую картинку красного цвета, да. Вот так выглядит сегодня финансовый картинка. Покажи ту картинку, что я тебе прислал. Блин, её сложно показать, но... Давай, я найду её. Она, да, она примерно отображает суть, скажем так. Ну, я могу сказать, что... Фотфолдроид подписывается на нас с помощью Твич Прайма 20 месяцев подряд. Спасибо тебе, братан. Спасибо, чувак. Твич нам отвалит немножко драгоценных долларов за это. Чтобы мы могли поменять их, стоя в очереди за талонами на талоны. Да. Это действительно правда. Вот. Ну, что я могу вам сказать, ребят? Мы, в общем-то... Мне, кстати, я могу сказать, что... Видишь, что у Тимура не закрыта дверь. Сразу видно в доме появился котик. Ну, вообще, я могу сказать, что... Только что... А, да-да-да, картинка хорошая, что-то такое. Я могу сказать, что у меня, конечно, действительно появился кот. Вот. И целая история, как он у меня появлялся. Я, действительно, я же, если помните, долго хотел, присматривался, думал. Мозги баллы, я бы так назвал, да. Вот. И, короче, пока ездил на выставку, да, господи, что ж ты делаешь-то? Тимур возвращается в клуб. Спросит, покажи кота. Вот. Слушайте, ну... Сейчас, одну секунду. Эть! Эть! Это он издал или ты издал? Нет, это я был. Ну, ладно. Смотрите. У меня кот, который смотрит на вас и говорит вам, типа, что... Ты думаешь, я в игрушки играю? На самом деле он играет как раз в игрушки именно. Поэтому сейчас он здесь бегает, просто носится по всей квартире. От него все еще немножко пахнет саньем. Вот. И, в общем-то, я буду его мыть. Перевыкаю, что это нормально. Значит, эмур с детьми так же работает, примерно по всем ощущениям. Хорошо, что только саним его. Да, кстати. Нет, я буду его мыть в ближайшее время, потому что он пахнет саним из-за того, что его же... Пишет зимой. Ну, он уже там тусил с этими совсем мелкими котами. Как ты его назвал? Которые там не с ним. Я звал его Борис. Борис. Почему Борис? Борис, Боря. Ты знаешь, мне почему-то захотелось. Я хотел какого-нибудь... Бориску на царство. Я хотел какого-нибудь в сраты имя, короче, и я назвал Бориса. Бориса, пожалуйста, не обижайтесь. Три подкастера в лодке за местом 100 рублей по нынешнему курсу. Заношу вам фунт стерлинга, наблюдая за запах Мари 10. Скоро будет хватать на однушку в Воронеже. Я уже это, я уже говорю, мы реально, что бананом это по фунту в месяц скидывал, он будет хостинг покрывать на год. В чем энергия, в чем секрет кота Бориса? В чем энергия кота Бориса? Ты удивительно, как кота без рекламы? Не, я не стал его назвать, как кота из рекламы. Но я назвал его Борисом, потому что я понимаю, что он вырастет таким, знаешь, почти что Ельциным. Со мной в институте учился парень, армянин, короче, звали его Борисом. Мы всегда его троллили этой рекламой. Он пиздец как обижался, обещал всех зарезать. Типа, мы его троллили. Желудок у котенка, а у Бориски не меньше заперстка. Да, да, да. Игры роста требуются, ой, как много. В чем секрет энергии кота Бориса? И он такой, а он всех поречил, маму твоей барли. Это было охуительно, да. Зачем ты спускаешься вот в сексизм и пытаешься... Я тебе рассказываю, как он разговаривал. Что не так? Почему без сексизма? Это цитата, да. Ну ладно, хорошо. Это был сейчас кусочек национализма. Писов, писов национализм. Ну, вообще, я могу сказать, что кот... Опять же, я пришел на выставку. И, кстати, огромное спасибо нашей слушательнице Марии, которая бывшая заводчица кошек, и помогла мне очень сильно с подбором кота, там, с всякими критериями, к кому обращаться, что делать, короче, как выбирать. Там, проверила заводчиков всех, там, кто, чего, куда, почему, зачем. Короче, большое спасибо Марии за то, что она мне помогла. Большое спасибо Like a Strange, которая занесла вам 300 рублей на корм для котика. Спасибо тебе большое. Е-е-е-е. И, короче, я могу сказать, что в итоге я пошел на выставку Кэтсбург, которая проходила в Москве вот 7-8 марта, и мне сразу сказали, типа, что вообще золотые шиншиллы, ну, которого я хотел, кошку, как бы, они, на самом деле, сейчас, типа, не очень популярные, поэтому, ну, типа, как бы, скорее всего, их там будет мало. Ты брал кота, что ли, по, как это, какая популярность, нет? Нет, мне сказали, что их там будет просто мало физически, что их будет сложно там найти, да, и заводчиков, которые их разводят, тоже будет не очень много. Я могу вам сказать, что, судя по статистике, ну, просто вот каких котов больше всего, самая популярная порода сейчас в России, знаете, какая? Мейн-кун. Да, действительно, Мейн-кун, Мейн-кун самая популярная порода, просто через стенд одни Мейн-куны, просто. Причем Мейн-куны разные, от маленьких таких, знаете, таких маленьких, аккуратных, короче, до Мейн-кунов, которые размером с овчарку. Да, да, они медведей. Кот размером с овчарку. Да, легко. А он гигантский, ты не представляешь, вот, короче, это кот, которого берут, и вот у тебя вот такая туша с башкой в половину моей головы, короче, да, и вот он внизу висит там как бы на метра полтора, понимаешь, туда, короче. И ты такой просто, и ты, знаешь, подходишь, и ты смотришь, как медведь маленький такой, короче, такой, да, это реально кот? Ты такой, можешь, а там реально кот? Вот. Ну, то есть они огромнейшие просто. Причем они, знаешь, там еще с какой-то холеной такой красивой шерстью, знаешь, такой белый. Слышите, огромная вот такая туша белая. Просто облачка. Ну, да, такое облачко. Или такой же черный. Да, если ты хочешь такого здорового кошака, лучше заведи собаку, серьезно. Ну, вот я, конечно, я просто подумал, представляете, вот так вот тебе со шкафа прыгает 10-килограммовая туша на тебя. Туша не прыгает, прыгает в шкаф, а туша остается на месте. Ты не понял, это не так работает. Или так, как бы. Ну, если честно, сколько стоит, спрошу. Что, сколько стоит? Ну, ты завел своего этого. Слушайте, вы можете посмотреть на самом деле цены в интернете, как бы. Ну, я могу сказать, что я взял по довольно хорошей цене за 25. Это очень хорошее. Не знаю, мне кажется, дорого для животных. Это дорого, это еще дешево для породистов. Это дешево, я объясню почему. Дело в том, что этих котов, во-первых, выращивают, ну, то есть, чтобы у тебя получился реально вот такой вот там британский вот такой расцветки, его нужно выращивать такого. Потому что сам по себе в природе он такой, как бы, просто так не родится. Понимаешь? И они тратят на это большое количество денег, ресурсов и всего-всего. И у него есть определенная себестоимость этого котенка. Ну, там, еда, там, вот это все. Плюс их отдают в три месяца минимум. Вот. Потому что они должны отследить, что у него, типа, нет никаких дефектов, что он нормальный, хороший, вот это все. А тех, у которых есть дефекты, они сейчас как-то в бусорное ведро выкидывают. Если честно, я не знаю, как бы, но они... Всегда будет интереснее. Их отдают очень дешево. Не, ну ладно. Слушайте, они, они несут большой ответственность за это, потому что, если вдруг что-то не так, то я начинаю на это все дело, жаловаться там, вонять, и вот это все. Заводчика выпиживают из федерации, в которой он там находится. Кстати, Мур. И, короче, у него потеряется бизнес. Могу ли правильно сказать, пишут, что Тимур нужен был фильтр, я тоже замечаю. Тебе надо либо микрофон отодвинуть, да, либо фильтр навесить. Тимур, Тимур, должен был исполнить кавер на тему Battlefield просто. Я могу сказать, что сегодня у Тимурчика еще одна обновка, это у него новый микрофон. Мы его послушали, я могу сказать, что я очень доволен качеством звука его микрофона. Скажите, как вам? То есть, у него такой голос стал более... Мужественный. Более плавный, на мой взгляд. Мужественный ты станешь, когда будешь разговаривать вот так. Насыщенный, да, правильно. Компрессии твича нам разницы не слышно. Ну ладно. Короче, давайте я потом найду. Давайте потом найду. И мы с вами решим этот вопрос. А, вот у меня есть еще один вопрос. Нет, нет. Познаете. Сейчас я попробую его навернуть. Пока Димка рассказывает что-нибудь веселенькое. Да, вы понимаете, что у нас у всех троих теперь есть коты, и это реально филиал подкастов. Подкаст, да. Ну, то есть, как бы... Это подкаст, который можно называть. Дим, в 30 лет нет смысла голос ставить. Голос есть ставить смысл всегда. И могу сказать, что есть некоторые... Как это назвать? Техники. Да, техники, которые позволяют тебе правильно ставить голос. Это, в общем-то, несложно. Именно поэтому есть куча всяких... Как это назвать? Тьюторов, которые могут тебя обучить всей этой истории. Как правильно разговаривать, как правильно дышать, как правильно там все говорить. За это люди берут деньги. Я не ходил, но я знаю, что такое есть. Не пишите, пожалуйста, Диме в личку на тему того, что... Слышь, у тебя не найдется немножко времени помочь мне с постановкой голоса? Ну, я же всего лишь один такой, как бы... Тоже другой. Я, может, и мог бы научить, но я не тьютор, поэтому я в душе не ебу, как людей учить разговаривать. А ты просто выстроил в линейку и говорим... You will not cry! You will live by the numbers and I will teach you! Димочка, не хочешь поставить мне голос? Нарутообразный кот-толог пластиковых кукол. У нас там 100 рублей. Тимур, кот-супер. А сегодня будет что-то про аниме? Спасибо тебе, брата. Нет, сегодня, кстати, ничего не будет. Вот. Ну, спасибо, Дима. Так, ну что? Мы... Начинаем? Салем! Блядь, сейчас, одну секунду. Салем! Начались эти непредвиденные проблемы с котиками, да. Выключи камеру мою, спасибо. Нет, он говорит, салем. На секунду, на секунду, дайте. У нас происходит пантомима, я бы назвал это буфонадой сейчас вот. Буфонада, это кота... Это ёбство, какой-то салем. На хера ты заполз? Тут колёса. Моего кресла. Почему он такой напуганный? Он напуганный, потому что его только что Максим чуть кресло не раздавил. Понятно. А ты знаешь, это код, который ты пытаешься показать веб-камеру, а его не... Слушайте, вот у нас вот говорят, первое правило поставленного голоса. Не жрать в эфире. Да, Тимур? Да, Бекас 999. Напоминаю, что именно по этой причине ДТКД больше не выходит. Благодаря тебе. Прекрасный Бекас 999. Если что, предъявляйте всё ему. Ну, вообще не понял. Так, Салем, давай, проваливайся. Вот это правильное отношение к котикам. Не вот это вот, уси-пуси-пуси-пуси, пошёл вон отсюда, махнатый. Просто ты знаешь, ты сюсюкаешься первый месяц, а потом у тебя их становится два. И если Салем, он ещё миниатюрная наглая душа, то бонус, он чёрный мейн-кун, блядь. То есть, он гигантский. Вы дворовый космики. Если честно, я представила себе просто совершенно отличного, огромного, просто чернющего вот такого вот нереальных размеров мейн-куна. Я вот если понять, например, как он с ребёнком вообще дружит. Ну, то есть, вот просто... Очень аккуратно. Да, да. Они же воспринимают нас как, типа, больших и тупых котов, а детей воспринимают как котят. Да, да, это котята. Это реально котята. То есть, он, например, сидит с Салем, с ним Лёва играется с игрушкой, Салем играется с игрушкой, потом Лёве надоедает игрушку, он идёт к коту, он врёт его за ухо, за второе ухо, потом хватает его за хвост, потом хватает его под хвостом. И Салем героически терпит всё это, потому что, ну, котёнок, что с него взять-то, понимаешь? Вот так работают. У нас, кстати, подписался Unicode только что с помощью Твич Прайма. Спасибо тебе большое, Unicode. Вот. И мы... Давайте начнём всё-таки наш подкаст. У нас третий день праздников, вот. Все были заняты всякими делами. Я могу сказать, что я тоже был супер-пупер занят. Но надо, знаете, вот начинать, сделать это усилие над собою и попробовать начать завтра касса номер 177. С вами я, очень усталый маркетолог из Москвы. Меня зовут Тимур. Со мной не очень усталый, бодрый, профессиональный подкастер из Москвы Дмитрий. Добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброго времени, суток. Е-е-е-е. Бесплатный хуй сос. Да. Давайте в этом выпуске мы обойдёмся без запикини. Спасибо вам большое, пацаны. Да! Да, и, короче, вот у нас есть очень усталый, профессиональный родитель из Казани. Это Максим Зарецов. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, ещё раз здравствуйте. Вот. И сегодня мы продолжаем наш коронавирус-каст. Вот. И, в общем-то... Ковид-каст! Конечно, вот, коронавирус как лето, вот, в общем-то, напоминаю вам, что это не самое страшное, что с вами может случиться, потому что сейчас ещё и маленький экономический кризис грянул. Но если всё-таки вы ещё не боитесь умереть голодным, то вы можете умереть, или, по крайней мере, ваши взрослые родственники, вы можете умереть от вируса. И, в общем-то, люди начинают потихонечку бояться, но бояться, знаете, вот, каждый в меру, как говорится, своей какой-то испорченности. Потому что, например, различные компании, типа, какой-нибудь IBM, например, берёт и говорит, типа, нихрена, всё, давайте дома все работайте, короче, не ходите в офис, конференции проведём в онлайне, всё, короче, сидите. Я могу сказать, что я прихожу в Склиф, вот эту маму свою проведать приходил, в Склиф может попасть кто угодно, как угодно, никакой дезинфекции, защиты, вообще ничего. То есть, вообще, вот, типа... Ну, ты же ходил не в инфекционное отделение, come on. Да, просто в обычное отделение можно прийти и всех заразить, понимаешь? Просто в России это работает немножко по-другому. Вот нам что-то рассказывала наша подруга, помнишь, Олеся, о том, что, типа, выясняется, что какие-то люди ездили в Италии, приходят на корпоратив, потому что им поебать. Вот они, короче, на корпоративе, после чего внезапно узнаётся, что всё-таки они были в Италии, их вынуждены посадить на карантин, а также весь офис тоже, в догонку. Вообще, это происходит ретроспективно, то есть не то, что, типа, тебя, ну, как бы, там, охраняют, чтобы ни в коем случае, там, вы не заболели, а ровно наоборот, типа, вы уже заболели, о, отлично, ещё не заболели, но вы общались с заболевшими, ну, сидите в карантине и две недели, короче. То есть всё сводится только к этому. И вот в этом разница подходов, понимаешь, что, может быть, типа, как-то уберечься от болезни потенциально? Нет, давайте лучше всех, кто заболел, поместим в карантин. Вот. Мне кажется, что это немножко грустно, но, по крайней мере, опять же, вот американский подход заключается в следующем, что мы уже говорили в прошлом выпуске, что этот SouthX by Southwest довольно известная конференция, куда приезжают различные интернет-компании. Ну, это не просто конференция, это целый фестиваль, на самом деле. Да, там показывают фильмы, там показывают сериалы, игры, там, ну, то есть это реально крутая штука, где показывают большое количество всяких интересных нам достижений человечества. Там и награды, в общем-то, очень такие престижные. Да, и там, мы, помните, говорили вам в прошлом выпуске, что там некоторые страны решили отказаться от участия, и мы сразу-таки сказали, ну, скорее всего, отменят, на что чуваки из SouthX by Southwest говорили, что не-не-не-не-не, ничего не будем отменять, и вот, да, и все отменили, вот. Естественно, это случилось после того, как Apple сказала о том, что они ничего там не будут делать на SX, SW, и, в общем-то, да, отменили. Я сегодня могу сказать, что читал статью, как какой-то журналист написал, что нахер коронавирус, я все равно еду на SX, SW. Я в комментариях пишу, что Баку его отменили, он говорит, да, но у меня билеты, я поеду, и просто хорошо проведу время в осень, и пошло все, типа, в жопу. То есть, как бы, логика происходящая у меня не очень ясна, но, тем не менее, такое вот мне тоже есть. Это, кстати говоря, редкое мероприятие, где можно оценить прямые финансовые потери, потому что, когда отменяют мероприятие, обычно, ну, отменили, отменили, ну, что бухтеть-то? А здесь потери города составят, в общем-то, на секундочку полмиллиарда долларов, потому что именно примерно столько в локальные бюджеты приносил фестиваль. Я могу вам сказать, что MWC, Mobile World Congress, в бюджет Барселоны тоже какие-то нереальные деньги просто приносил, поэтому, причем, не просто бюджет города, а, типа, все местные бизнесы, включая, там, гостиницы, рестораны, кафе, такси, транспорт, там, все-все-все-все. И здесь то же самое, как бы, здесь тоже город недополучит просто огромные бабки. Естественно, как вы понимаете, они же рассчитывали на эти деньги, они могли, там, уже взять заемы какие-то, могли, там, кто-то, готовясь к этому фестивалю, полгода назад мог, там, закупить какую-нибудь, там, мебель, сделать, там, ремонт. Оборудование, что-то такое. Да, и все. В контексте нашего подкаста, вообще, в принципе, и в частности, с Е3 не очень понятная история, потому что организатор Е3, а Е3 должна пройти в июне, напоминаю, то есть осталось, в принципе, не очень много времени для того, чтобы что-то сделать, они говорят, что мы следим за ситуацией, мы держим руку на пульсе, но пока ничего отменять не планируем. Я практически уверен, что чем ближе будет к июню, тем больше вероятность того, что Е3 отменят. Там еще, да, одна очень серьезная история, связанная с Е3, она связана с тем, что Е3, ведь, привязана в данном случае, она не существует в вакууме. В штате объявили, в штате Калифорния, в округе Лос-Анджелеса объявили чрезвычайное положение. Если завтра власти скажут, отменили все массовые мероприятия, ЕСА пойдет по очень короткому адресу со своими хотелками, и придется это отменить. Ты понимаешь, что если Е3 отменят в этом году, то очень много компаний задумываются о том, как это сделано, например, Sony, то есть о том, чтобы не ходить туда вообще. Ну, то есть какой, блядь, смысл это делать? Если можно в текущем мире, очень связанном, очень подверженном интернету и прочее, в нем можно спокойно объявить какую-то маркетинговую акцию провести, не привозя игру или фильм или еще что-то на какую-то огромную конференцию. Это можно сделать спокойно. Да, может быть, отклик будет не такой большой, может быть, какие-то задачи не выполнишь ты, но все равно ты можешь об этом объявить. В контексте геймдева, например, какая-нибудь, не знаю, что, THQ не может взять и разослать пресс-элит, лишь у них выходит новая игра. Там какой-нибудь, не знаю, 2K не может это сделать. Я думаю, что вполне все могут сделать спокойно. Я, кстати, напомню, что Red Dead Redemption 2 и E3 вообще не посещал. Как-то игре было абсолютно норм. Да, тут скорее вопрос в том, что будут делать маленькие видеоигры. Такие, знаете, у которых нет особо много бюджета, и для которых всякие E3... Нет, Devolver все-таки это больше издатель. Да, они выпустят опять свою конференцию на YouTube. Да, у Devolver все хорошо в этом плане, Тимур. А я вот скорее про такие, знаешь, маленькие компании, которые решили приехать на какую-то конференцию, выделили на этот бюджет, и выясняется, что им надо для того, чтобы получить точно такой же охват, им надо потратить либо как можно большее количество денег, чем они планировали изначально, либо им надо что-то по-другому делать, как-то по-другому строить рекламную компанию. У них будут проблемы в первую очередь, а у всех мейджоров проблемы не будет. Ну, то есть, как бы, ну, отменить E3, отменить. Зато мы сэкономим денег, например. Типа, вот мы там выделены 300 тысяч долларов, а теперь выясняется, что и не надо их тратить. Ну и прекрасно. Значит, не будем. Блин, ну это все равно, если честно, очень грустно. Грустно, потому что... Мне бы очень интересно еще в этом плане... E3, она как Новый Год для геймеров, я бы так это назвал. То есть, подарочки под елочкой. В этот раз их не будет. Я, если честно, очень еще обижен, что, возможно, закроют и Gamescom, потому что я думаю, что в этом году можно все-таки съездить туда. Я думаю, если ситуация с этим вирусом идиотским не завершится к лету, то Gamescom совершенно точно отменится. Потому что Gamescom это самое крупное мероприятие из всех них. Еще и в Европе. А Европа, если вы посмотрите на сводки, решила вспомнить лучшие традиции 14 века. Скажите, спасибо, что не сжигают вас всех. Ну ничего, ты под телегой синьора скоро будешь умирать. Пока что. Клювастые маски скоро в моду войдут. Слушайте, я могу сказать, что у меня свой грустный повод в этом плане, потому что я впервые в жизни купил билеты на крупный западный музыкальный фестиваль, и я должен был ехать на Primavera Sound, который будет в июне в Барселоне. И там совершенно офигительнейший состав музыкальный. То есть там вот эти, знаете, всякие пикники-афиши, это просто санина. Там даже сотой доли того нет, чего там есть на таких фестивалях, типа Primavera. И неиллюзорный шанс, учитывая, что, напоминаю вам, что если вы ездили в Испанию, то теперь это тоже страна, после которой ты должен автоматически проходить двухнедельный. В Италию. Нет, Испания в том числе. Тоже, да? Да, теперь тоже. Короче, и ты должен реально проходить карантин двухнедельный. Если ситуация не улучшится, а пока что никаких трендов к улучшению у ситуации нет, пока она только ухудшается. То есть ничего позитивного в ситуации с коронавирусом нет. Просто пока мы говорим, что случилось? Брейкинг-ньюс. В Италии в город Фоджи ввели 50, ой, ввели несколько десятков танков, потому что там из тюрьмы сбежало 50 заключенных, а в тюрьмах начались бунты, потому что из-за карантина заключенным запретили видеться со своими родственниками. Вы представляете, в Италии, это страна вообще, которая начальник мафии, где сидит, наверное, из каждого города как минимум 10% населения. Неожиданно в Италии с большими семьями запретили видеться с родственниками. Ну, не запретили это, но они запретили это без уважения. Да, 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 и ты понимаешь, просто сейчас у лошадиных голов будет резкий дефицит в Италии, мне кажется. Слушайте, я могу сказать, что я помню, когда этот ретрад чувака был из Италии, по-моему, он был в Abroad Underhood тоже, который рассказывал всю историю мафии, для нас это просто, ну, есть вот там в Италии мафия. А он там прям все подробности, какая семья с какой воевала, кого когда посадили, кого какие адвокаты были, в чем была проблема, кого как обвиняли, когда кого убили, кого где взорвали, короче, и прочее. И там был очень интересный тренд. И, блин, мне прям очень понравилась, конечно, вся эта история, что это было, блин, всего 30-40 лет назад. И там вот эта дичь со взрывами машин, вот это все, короче, 30-40 лет назад было. А потом я вспоминаю, что у нас-то вообще в 90-х годах дома взорвали. Не знаю кто, кто-то взорвал дома. Вот. И очень печальная, конечно, тема. Поэтому я... Хорошо, что, конечно, сейчас у нас этого нету. У нас произошел хлопок рубля, ничего не знаю. Слушайте, говоря про хлопки, тут еще под угрозой находится очень крупная индустриальная выставка NAP. Это выставка, которая проходит в Лас-Вегасе. И там показывают кучу фотооборудования, кучу профессионального видеооборудования, кучу, кстати, софта для фото и видео. Там участвует Adobe, там участвуют Capture One и другие такие крупные игроки. И в этом году с выставки уже свалили Adobe, с выставки уже свалил Nikon. И я почти уверен, что NAP отменят. И опять же, грустненько. То есть мы говорим про большие такие мероприятия в контексте того, что... Ну, мы знаем, что такое Mobile World Congress, мы знаем, что такое там Е3. Но страдают и, в общем-то, достаточно нишевые выставки, где круг участников очень... Ну, если не ограниченный, то он не такой широкий, как на больших мероприятиях. И они тоже отменяются пачками. И, в общем-то, есть впечатление, есть впечатление, что 2020 год станет, наверное, первым годом для хай-тека, когда абсолютно вся носа пройдет по онлайн. Еще забавная история, что с этим коронавирусом, конечно, и страдают и заводы. Например, Foxconn, крупнейший производитель техники в мире, признал, что заводы, по сути, весь февраль стояли. Соответственно, будет либо дефицит техники, либо техника, которая делается на этих заводах, будет немножечко дорожать. Так что ждите новых айфонов по цене процентов на 30 дороже, чем обычно. Но в России, наверное, 150 штук за новый айфон. Слушайте, я могу сказать, что вообще история с айфонами интересна, что уже первые появились сводки о продаже в Китае, и говорят, что в этом месяце Apple продала что-то типа 500 тысяч айфонов. Там что-то 480 тысяч айфонов было. Тогда как год назад, в этот же самый месяц, она продала 1,3 миллиона, что ли. Ну, то есть почти в 3 раза больше продала тогда. И, соответственно, мы понимаем, что реально в 3 раза практически снизились продажи айфона в Китае. А у андроида, говорят, большая часть производителей отчиталась, точнее, аналитики говорят, что большая часть производителей более чем в 2 раза упали продажи. тоже. И, конечно, это тоже грустно и печально с точки зрения компаний. Это может привести к каким-то последствиям, которым мы пока не знаем. Ну, то есть там могут, например, взять и задержать новые модели. Я уверен, что водка подорожает, Тимур. Всегда какая-то херня в мире происходит, а потом водка дорожает. Тимур, нет, Тимур, это работает не так. Смотри, нефть подешевела, подешевела. Ючерсы упали, упали. Мне нравится, как у нас... Не-не-не-не-не. Подожди, подожди. Развлекательный контент. Тимур, зачем ты перебил? Развлекательный контент. Ну, Дим, фьючерсы подорожали, да. Ну, да-да-да-да. Сейчас, погоди, стонгс. Момент будет. Так. Что подорожает? Правильно. Бензин. Я вот уже жду, пока 95-й будет стоить полтос 55 рублей. прям со дня на день просто как в россии типа типа нефть падает здесь шевеет бензин дорожает короче ничего не происходит бензин дорожает понимаешь бензин всегда дорожает вот кто же ручки и мордочку убываете водкой и крестным знамением осеняйте себя чтобы защититься от коронавируса это не помочь мне нравится кто-то взял схему мытья рук вот это вот который хирургическая схема как правильно быть руки чтобы типа промыть кровь смыть и там знаешь летание страха из дюны я не должен бояться страх убивает разум и так по всей картинкой и когда я пропущу этот страх через себя ничего не останется во мне что вся эта история с вирусами и заводами прочее это по сути массовая паника ну то есть как бы история с вирусом она развивается исключительно потому что сми и вообще все остальные про него говорят что я напоминаю вам да потому что лучше же просто заболеть и иметь шанс выздороветь или не выздороветь хочешь ли ты быть тем самым человеком который не выздорове есть две точки зрения на эту ситуацию можно к этому относиться как такому черному лебедю по талибу то есть вот происходит какой-то пиздец и с этим пиздецом если мы не будем информировать население и не создавать искусственно может быть панику то мы и побороться с ним никак не сможем то есть паника необходимо для того чтобы этот вопрос решить а есть вопрос есть история например с созданием так называемого забора то есть представь себе что у тебя есть ограниченная какая-то территория который ты ограничил заборами и туда накидал ну какой-нибудь там не знаю стадо баранов к примеру и вот чем больше нет это гипотетическая ситуация вот чем больше этих баранов появляется за забором в какой-то момент они прорывают забор и разбегаются и ты ничего с этим сделать не можешь какие бы ты меры предосторожности не сделал поэтому нагнетание с моей с моей точки зрения это тоже не очень хорошо нужно как-то вот дальше серединную позицию занимать в этой истории с вирусом не выпустили в этом году консоли выпустит следующем не выпустили отменили е3 ничего в следующую проведут прошел экономичный кризис ничего страшного как как там писала симоняна дима дима управляющий директор для управляющий директор компании из вас так себе финансовый менеджер и финансовый аналитик из вас тоже так себе дима такой сидит сейчас камеру рассуждает а так дальше камера отдаляется там . пола руины идем такой на куски уцелевшего этажа сидит микрофон разговаривать за вечерю память да дать ему скажи вы скажи ему просто к тому что ребят чтобы просто понимали что на самом деле все-таки это довольно грустная ситуация потому что опять же это все отразится на компании давайте вот как вот эта история не очевидная когда говорят о том что типа вот на gdc многие типа разработчики выберем инди-инди пострадали от того что буквально на последние бабки ехали с одеждой свою группу запичить и потому и продать или там кому-нибудь издателю или еще что-нибудь в этом роде чоку тупо денег нету больше и такой сидишь и думаешь блин нихрена себе оказывается типа вот есть такая ситуация здесь то же самое мать его тайфон него все следующем году то что а то что у вас несколько миллиардов долларов там типа дырка в бюджете как бы да не ничего нормально все хорошо а то что как бы например там консоль под консоль там под релиз там просто там люди четыре года готовили там рынок поставщиков ритейлеров там разработчиков вот всего-всего для нее ничего на следующий год выпустил вообще без проблем я могу сказать что сфера развлечений вообще в принципе при любом экономической кризисе при любых проблемах при любой войне при любом истории страдает в первую очередь в первую же поэтому мне у меня с геном знаешь такая ситуация что если они перенесут его допустим на следующий год на следующий год за это время успеют там что какой-нибудь либо вакцину изобрести либо придумать нормальный способ лечения этого вируса или там как-то с минимизировать его распространение прочее это для консоли в каком-то смысле станет плюсом да может они потеряют в этом году но зато следующем заработаю ну то есть как бы это так работает мне так кажется но посмотрим давайте мы закончим коронавируса касты и перейдем к следующей теме а тем временем за липп занес на 500 рублей тимур офигенный код написал тебе уже везде поздравляю на корм спасибо и спасибо 300 занес нам 100 масочки масочки купить успели нет что маски нужны первую очередь для того чтобы не вызов не заразились а чтобы вы не заразили вы хотите фишки ровно потому что если вы хотите не заразиться то вам нужно не нечто больше чем масочка вам нужно блин ёбаный респиратор всю слизистую закрыть ну то есть там глаза нос вот это все короче вам все нужно закрыть вот и то есть поэтому вам нужна маска респиратор желательно закрыть еще типа голову кому соответственно ну там руки ну то есть по сути одеться в biohazard костюм вот тогда вы не заразить это самое безопасное место для этого как его звать для того чтобы не заразиться коронавирусом конвент звездных войн там у всех тематические костюмы значит штурмовиков отряд идет я вам все таки советую я вам прошлом подкасте говорил я вам и в этом скажу посмотрите фильм заражение содерберга там в какой-то момент одиозный такой блогер типа тимура который знаешь правду матку любит в интернете он создает свой собственный костюм из полиэтиленового пакета и насоса по улицам и пишет правду матку ну вот понимаешь потому что костюмы химизащиты дорогие да вот так вас спрашивают логичные вопросы вон строк от тоже на следующий год перенесут из-за коронавируса конечно ребят даже понимаете что вы слышали что он умер что река все нет его больше мы не можем комментировать ситуацию со строком потому что она засекречена она засекречена 2060 года ребят как и так как как и кто взорвал дома в 90 остальных просто не найдут пусты скрывать эту тему парня молодые шутливые вам все легко да а какую тему стоит скрывать кстати слушайте слухи недели слухи недели на этой неделе было скажем так дохерища слухов про gta-6 который я всегда игнорирую ну ты знаешь я просто объясню смысл если ты читаешь слух про gta-6 то это пиздец всегда так в ста процентах случаев то есть знаете ребята это как было вот историю типа когда продать родит redemption 2 слили инфу там с карты со всеми там вещами типа примерно некоторые там подробности были в сигаре донода пиздежка вот как дима сейчас такой хуйня об этом если что все полупрады можно было но я об этом не узнаю в то что я игру про про gta-6 я просто все игнорирую абсолютно абсолютно все мы понимаем все мы все понимаем логично что она когда-нибудь да выйдет но вы узнаете об этом короче слух 1 blue point games я напоминаю что те чуваки которые якобы любители создавать ремастеры лучшие что шедов колоссов такое невероятное дерьмо еле еле играл дима только что деда понесло навлек просто беду на подкаст спасибо а вы слышали что эти хуесос там сказали и сказали что что дом в колоссов говно мало того что секир не прошли так еще что дом в колоссов говно уроды блять и такой придет к тебе икра и как бы возьмет ретвитни ты скажешь что типа дима ну ты пиздец нет твои друзья включится диму знаешь вот твою правлю но самое главное что да что тебя придадут те кто тебя защищал просто я прямо сейчас пишу в зуме слэп дмитрий айпи ну где ничего не доходят все димка короче что макет теряются вот это вот вот не надо таких вещей говорить хорошо да хорошо представим себе на секундочку что blue point games делает мне говно на секундочку так вот история этого слуха следующая якобы якобы blue point games все это время работает на тенчу коллекшн это ремастеры классических игр тенчу анонсируют их якобы 9 марта выходит 2020 году в четвертом квартале на playstation 5 соответственно в ноябре где-то примерно звучит как пиздеж до 9 марта в этом смысл рубрики слухи недели пацаны ребята вы понимаете что любые слухи с датами любые слухи с датами можно смело говорить что ли ну коронавирус же да все просто принесли на на две недели до на три недели на 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 45 недель вот говорят нам подсказывают с в мае будем отмечать год с момента анонса третьего старикаста вот то же самое коронавирус год с момента анонса новые игры про гарри поттеру которые слили хер знает сколько сколько там бэтмен про суд сов не выходит в годика уже два с половиной как нет нас тут тут сколько там не выходит что там еще должно было выйти не помню короче новый uncharted новые battlefield новую короче все эти слухи мы все знаем прекрасно я вам рассказываю про те слухи которые необычные скажем так вот например про тенчу коллекшн необычные выиграли в тенчу соли да да вам нравилось ну средний но она неплохо мне сейчас очень нравилось знаете какая игра помните бабу сиды blade кстати да нужно было это был типа по сути такой файтинг но даже ну где-то пришел шел 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 короче мог встретить чувака или там типа была реалистичная драка мечами было что типа если тебя рубанули не растут вдох вот и был очень круто но мне прям очень нравилось из-за в себе идея того что ну смурай путь бусидо мне нравилась вторая часть тенчу она была на 1 playstation я прямо в нем боролся просто как сумасшедшим в свое время это был просто прорыв ты реально играл ниндзи который должен был там постелся всех рубить мечом это очень клево было сделано но я не очень понимаю кому в современном мире нужен тенчу потому что смотри у нас есть игр с сеттингом вот типа в японии довольно много то есть и у нас есть на его у нас есть секера у нас есть когда гостов тусима за то есть как бы с этим уже здесь фантастические гостов тусима только единственный из них который более-менее реалистичный может быть ты же не знаешь что там будет сюжет признан но подожди но тенчу же как бы даже такая типа игра была более-менее ну такой реалистичная все таки по большей части напомню что секера изначально from и хотели назвать тенчу и собственно сделать отдельные пиху говорили activision потому что делали они продолжение тенчу то есть имеешь ввиду что слух имеет какое-то основание ну такое у нас основан но я я просто странно видеть тут blue point потому что если кто-то нечего должен делать то это from это их игра и вот нам за правильно напоминают что насчет всех остальных же ремастеров к и там прочих вот этих ремейков которые вроде как делают во-первых blue point же вроде как у нас делает демон соус да поэтому непонятно что там а во-вторых напоминаю вам что вот правильно тут напишет про modern warfare 2 про ремейк тоже давно говорят что он якобы будет вот 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 скоро уже будет как спотифай в россии да да и я напоминаю вам что слухи про bad company 2 про ремейк вот и про продолжение bad company 3 тоже все время куча слухов и ничего но был да ничего второй слух который стоит обсудить на этой неделе это слух про star citizen ой star citizen господи блядь старфилд старфилд бефес да любименькая во-первых elder scrolls 6 якобы будет вместо действия происходить в хаммерфейле то есть в хайроки про редгардов там будет история и здесь перечисляются некие такие понятия которые понятны только тем кто играл в какой-нибудь не знаю даггерфол например о боже боже мой да нас интересуют слухи про старфилд старфилд множество будет там инопланетных раз квесты невероятно интересные и превзойдут абсолютно все ваши ожидания персональный проект то до говорда к которому он прикладывает так сказать свою креативную руку хуй на лоб не ту руку который он делал фоллаус 7 а именно креативную а то есть та которая тебе каждый раз skyrim продает rpg механика будет полностью переделана таким образом что каждый билд который вы будете создавать реально важен а не как это было скайриме что у меня макс двуручником бегать и продолжительность примерно 120 часов то есть все остальное типа будет тизер прям перед е3 слух конечно идиотский слух конечно идиотский но история в том что мне кажется что такими общими словами можно описать вообще абсолютно любую игру ну то есть знаешь как тебе например выходит last of us 3 и там будет клёвая боевая система невероятная захватывающая история от которой вы просто охуеете и графон и графон слух сбылся слушайте нам тут пишут о том что а как же харазин зиродон на пк я кстати напоминаю вам что уже появилась куча листингов различных магазинов что ритейл версия пк пк версии соответственно харазин зиродон вроде как должна выйти в ближайшее время и в общем то как бы мы то ждем в каком-нибудь анонсе личку чего-нибудь вот но пока что-то ничего никто не говорит скорее всего коронавирус сами понимаете отличная отмазка неплохо тимур хорошо мне кажется сами понимаете что ну типа 60 кадров в секунду 4к вот это все как бы ну требуя некоторых там да не требует а ну да ну да ну да вот но я вообще не удивлюсь если это будет хорошим бизнес решением с точки зрения того чтобы в том числе пекари поиграли в харазин зиродон в общем то первую часть а потом скажут а вторая часть вот эксклюзивно три года будет на playstation 5 и пекаре пойдут и купить playstation 5 то мне понравилось чем ну подожди нормальный пекаре не вот этих вот бокал майно рейте на которые орудь который на дтф в комментариях нормальная история на неделе приключилась пока мы не ушли от пекарей у нас и нет шарботов но она прекрасная короче в стиме раньше времени их потом убрали появились системные требования дума нового дума тернул так и там просто вскрылись все пекари вот значит такой тест на пекаря и там в минимальных системных требованиях на full hd 1060 в общем то достаточно уже хламовая карта по большому она же подожди к 1060 же по моему 100 баксов уже стоит да она дешевая и в общем то ну не очень актуально потому что есть 2060 радион у них же есть еще какой-то аналог от который еще дешевле стоит сейчас актуальная вообще 1660 карта среди такого среднего уровня и и тут господи да они просто задрали системные требования просто литер или он по и был я тут продаю свою 1070 мою 1070 уже мою продаю на ави ты короче и могу сказать что все эти истории о том что типа вот старая видеокарта и кому она нужна есть она реально нужно людям но все просят снизить цену серьезно у меня же цена упал до 10000 рублей то есть теоретически ты можешь наверное на авито купить за 10 тысяч рублей 1070 . бы это не такие большие деньги для тебя а тебе ржавую трешку предлагали за нее уже ржавую ходу но на запчасти сгодится но я могу сказать что мне уже предлагали обмен на нинтендо свитч это просто вся россия в одном вот обмен на какой-то samsung galaxy что так блять хуй знает что вот ну то есть как бы причем в объявлении написано обмен не интересует ну знаешь как это кто это читает вообще ну как бы ну камон но с требованиями дума я могу сказать ну и чего ну 1060 требования завышенные почему завышенный . на каком виде вы хотели бы в него играть на geforce 2 не понимаешь дима они же проблем вот чему что они очень долгое время педалировали тему на того насколько сильно у них оптимизированный движок что этого этот движок будет способен выжимать там типа 4000 кадров в секунду если нужно и пойдет даже на картохе рож так есть но 1060 это не картофель самых минимум подожди ну картоха только 960 какая-нибудь самых минимальных требований в 970 а типа 1060 тебе надо для комфортной игры на full hd а то есть это не минимальные требования а типа рекомендуемые а если у меня нормальный вот на монитор 1280 на 1024 я смогу поиграть для начала тебе надо будет приходить на вга найти то что я я не вспоминаю историю что когда выходил условный doom 3 у меня его не тянуло видеокарта это не помешало мне разобраться в конфигах и настроить его себе так чтобы он запускался без шейдеров как чувак на ютубе запустил на буду 2 3 пацаны вот вы ржете а я могу вам сказать что я на intel джима который был встроен в мой celeron 333 который разогнал до 457 и там была соответственно карта intel джима и она не умела в 32-битной текстуры и поэтому я специальный мод брал ставил на gta 3 чтобы она запускалась 16-битном режиме и и там был просто найти там туман состоял на эти типа из трех цветов даже не градиентов дайте так и типа три три сплайна таких цветовых да короче туман то есть ну ты но ты понимаешь что это туман туман и знаешь такой типа едет тачка и у нее отражение как бы световое да это типа одно пятно второе третье ну то есть очень хуёво выглядит но нашла как бы иногда иногда 15 fps но тогда мне было все равно понимаешь да ну а да вот на картохе я играл я могу сказать что я думаю тернул не слишком жду потому что ну то есть мне как бы нравится играя солидарен что скорее всего будет хороший но мы нет какого-то знаешь хайпа по поводу этой игры ну выйдет я может быть поиграю а может быть и нет я бы ничего не пропустил вот серьезно вот этот массовая дрочка на doom я ее честно как не очень понимаю ну то есть как бы же мне кажется что вот в этом плане например сирусом повеселее если он когда-нибудь да выйдет дима уже вторая вещь за которым завтра как будут хуесосить несколько недель пожалуйста перестань а вот очень тебя прошу почему я не могу высказать собственным ней ну как бы ну кому он для чего еще на собственный подкаст типа говорите по моему my view самой он and do not reflect of my employer понимаешь микрофон поэтому мы я честно скажу я думал 2016 так и не смог пройти я прошел где-то до середины и бросил потому что она прикольная но ну чё-то не очень но я недавно скачал специально чтобы все-таки дать шанс включить на его рези и все-таки его пройти короче вот но ухз во-первых нет времени вот так принципе ну как бы вроде я посмотрел некоторые ролики дума торнала и там не местами прикольно а там везде я не спорю я просто гриб меня наиболее блять вот это вот сами нас неос с неоновыми мечами я сейчас смотрю на пока playtime 41 час так что я потерян для общества 21 марта максимка пропадет в интернале вот я уверен что просто блять провалится на а потому что я объясню откуда такая дрочка на дум потому что подобных шутеров очень мало три пола и вообще нихуя нет то есть ты знаешь я тебе объясню я потом дальше еще расскажу в подкасте впечатлениях но я играл всю неделю бой к мезу и в бой к мезе очень покашенная стрельба там короче стрельба как в кс го чем это выражается она пиксель перфект но это сингловый шутер и раньше такие шутеры все были а сейчас это пиздец как непривычно что нет хитбокса что надо стрелять прям четко в голову чтобы в голову попасть понимаешь о чем я но и ты подожди есть такой шутер counter-strike go пожалуйста я говорю про сингл плеер сейчас про сингловый шутер чисто сингловый шутер с пиксель перфектр то есть ты хочешь сказать что вы настолько отупели от консоли я не протупели я не протупели пожалуйста я и сам сейчас играю в division 2 получаю огромное удовольствие я про то что просто мясных шутанов а-ля doom где вот просто спинномозговой максимальный геймплей но при этом с production values уровня потолка очень мало их нет ни хера даже крутой сэм ну блин адский бюджетный совершенно ты знаешь когда речь заходит о спинном мозговом шутере который типа максимально быстрый и толпы врагов я так мягонько напоминаю что в doom 2016 года игра состояла из арен на которых не больше 12 противника это потому что на твоей санной консоли всего 8 гигабайт видеопамяти пошел нахуй отсюда ты хочешь сказать что в интернале будет лучше мне кажется в интернале уже не в интернале уже геоги абсолютно огромный по сравнению с первой частью уровней знаешь хорошо вадим гилистратов по первую часть дума сказал несмотря на то что она мне безумно нравится это такая бюджетная trip away то есть вот игра которая выглядит как триплей старается быть триплей но на самом деле она ну сделана на бюджете то есть я вот допиливали на то что осталось дума 4 который пришел ее очень очень много перезапускали переосмысливали я тут недавно смотрел видос на полигоне в котором чувак рассказывал что почему в принципе популярен doom именно в таком сеттинге в котором он сейчас есть они в том сеттинге в котором например сделан там условный doom 3 и прочее потому что по сути это слэпстик это как старые мультики там не знаю про том и джерри например только с поправкой на то что типа doom slayer и демоны а почему так потому что ну нельзя серьезно воспринимать игру в которой когда ты убиваешь как а демона высовываешь ему глаз типа его единственной из глазницы и он выцеливается с таким звуком чпок это суха комедия в первую очередь там же там же угорают по этому поводу это и сделано это специально сделано для создание той истории для того чтобы ты не испытывал скажем так какой-то жуткий жуткое отвращение да и прочее именно для того чтобы его кашлял врагов которых тебе было блять не жалко это просто демоны и прочее вытернули есть шикарный момент что там типа этих анденов ну то есть вот адских созданий и знаешь как называют mortally challenged да да но это история эта история за которые как раз их уецили свое время 1 трейлер дума тор телефон говорил о том что они еще левачку месячку куку 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 кауrog li gigint там было еще шикарная в новом ролике что Типа, the Doom Slayer has entered the facility All mortally challenged employees are warned Я помню, что там говорят, какой-то типа скин Дудца дают за предзаказ Подождите, там это враг, который... Да, мистер Дудец Его реально превращают в... Там ревенант, у которого вместо ракетниц две трубы Господи, я просто, я сразу вспоминаю Такой... Слушайте, тем временем Nintendo за нас там 100 рублей Выпускаю новый лобо-набор костюм, как у Джуда Ло Из любимого фильма Димы Е-е-е-е, можно будет с картона собрать себе костюм Для защиты от коронавируса Клево Е-е-е, вот это я прямо понимаю Слушайте, ну давайте обсудим главную новость последних часов Которые к ней давно все шли Она плохо очень скрывалась Дело в том, что Activision собирался сделать Новый батл-рояль для колды Причем, как многие уже поняли Из кучи файлов Там дата майнинга и вот это все Что в реальности действительно Это будет игра, которая будет существовать вообще отдельно То есть для нее отдельный клиент выпускают Но при этом можно будет запускать ее из Modern Warfare Напрямую Игра будет бесплатной Соответственно, весь упор будет на косметику 150 человек 150 человек на карте Это очень круто на самом деле И там разные карты Просто совместили друг с другом Из Call of Duty И в общем-то посмотрим, что из этого выйдет Единственное, что все видосы, которые вы показывали Которые типа заливали ненадолго и тут же их выпиливали Единственное, что ни один из них посмотрели Ну вот есть официальный трейлер Как это выглядит именно в плане трейлера Геймплей покажут завтра И к тому моменту, как выйти этот подкаст Вы уже будете знать А знаешь, как это будет выглядеть в игре? Ну То есть вот здесь, знаешь, здесь, короче, все так Вот круто, вот так, вот так А еще смотрю, он с ножом подошел С вертолета прыгнул Все будут шкериться по углам со снайпер Просто запомните Во-первых, там будет два разных режима Первый режим будет называться добыча И, собственно, главная цель в этом матче Заработать миллион долларов И ты получаешь То есть вы не умираете, вы возрождаетесь Как обычно в Call of Duty, да? И отнимаете, соответственно, деньги у других людей Получаете деньги за убийство и так далее и тому подобное Второй момент, это обычный батл-рояль Но история в конкретном Call of Duty Будет в том, что там будет гулаг Гуляг Короче, история в следующем Когда вы умираете в батл-рояле Вы очухиваетесь в тюрьме Чтобы сразиться с другим таким же бедолагой Со случайным оружием случайного класса Соответственно, если вы побеждаете То вы, по сути, возрождаетесь То есть вы выходите Можете возвращаться в бой в батл-рояле Но если вы проигрываете То ваша команда может вас вернуть Только заплатив определенную сумму местной валюты На сражение в гулаге может быть очередь Потому что другим игрокам предстоит смотреть С трибуны за тем, кто дерется друг с другом И некоторым То есть можно влиять на исход этой битвы Кидая камни в тех чуваков Которые там сражаются Уже одно это звучит как лучший батл-рояль в мире Вот серьезно Но не обошлось и без ложки дегтя Во-первых, к сожалению На PlayStation 4 Бесплатная Call of Duty с батл-роялем не выйдет Как не вышло, собственно В российском Да, в российском Стори исключительно То есть если вы купили Call of Duty в Европейском Стори Или Американском Стори То у вас все будет хорошо В российском Стори ее не будет Это на PlayStation На батл-нете, на ПК Как все было доступно Так и будет доступно Так что такая история Ждешься Ну вообще, как бы там все жалуются Что она на команду из трех человек И типа все хотели на 4, на 5, на 6 И многим не нравится, что будет всего 3 человека Мне кажется, как раз тройка Это идеальный вариант Для каких-то тактических действий Когда человек слишком много Там 4, 5 Все превращается в кашу Ну то есть просто довольно тяжело прикрывать А также вот эта история с тем Что тебя убили двоих чуваков И там типа целая толпа должна сидеть И смотреть, как последний играет Как бы многих это расстраивает И они не хотят этого делать Ну посмотрим, как это будет сделано Я могу сказать, что я бы поиграл То есть мне вот прям хочется Поиграть новую колду Мы и поиграем Я буду играть на ПК Вы играете на своих консольках несчастных Я буду на ПКшеньке В Pixel Perfect прицел Стрелять Прямо просто вот в точечку Максимка Понимаешь? Димка Счетчик смерти не забудь там Сынк Ты же все, бразь-то Ты знаешь, мне кажется Мы Bloodborne очень быстро перегоним Буквально за стрим Я тут кот свалил все Просто Да, потому что Я свалил вообще все Димур, вставай Мы уронили все Евро по 85 Доллар по 74 Все уронили Да, вот кот только что пошел Уронил вообще все Димка поиграет 2 часа И с горячим бомбалюком Пойдет на PS4 Нет, я с горячим бомбалюком Удалю игру И больше не буду в нее заходить Никогда Будешь говорить Игра говно Игра говно А потом все будут говорить Никогда Знаете, вот есть Динда Кахаси А есть Зомба А есть Динду Нафин Да, это я Слушайте, у нас очередная история Просто как бы в эпопее Раз уж мы продолжаем с коронавирусом То мы продолжаем потихонечку историю с GeForce Now Вот Теперь из GeForce Now Другая компания решила убрать свои игры Понимая, что она не хочет прибыли от тех людей Которых нету компьютеров И они не могут ходить в их игры Поиграть на своих компьютерах Они сказали, что нет Нельзя наши игры запускать на удаленных компьютерах Которые вы можете арендовать Вот Занеся нам деньги в Стиме Вот Это игры компании 2K Вот Включая, например, все Биошоки Вот Понимаешь, что это Я помню, что первым делом Как только мы это все делали, запостили К нам пришел чувак Который написал в твите В ответе О том, что Блин, я как раз неделю назад прошел Биошок В GeForce Now Серьезно? Да И я такой подумал Блин, ну вот реально Типу 2K Как и все остальные Ну просто Ну это реально идиотизм Вот вы обсуждаете каждый раз идиотизм А вы не думали, что этому есть И не только экономическое, но и логическое обоснование? То есть смотри Все эти паблишеры Все эти издатели, которые убирают свои игры Возможно делают что-то свое Именно в плане стриминга А, ну то есть давайте подпишитесь на У 2K на свой собственный сервис У Activision на свой собственный сервис Да По подписке нанесите То же самое, как с лаунчерами Ты не думал об этом? Это не так работает Ну ты не думал, что это может быть так сделано? Нет, если честно, я так не думал В смысле? Я не думаю, что Activision сможет сделать свой собственный Нормальный адекватный А им и не надо Им и не надо делать Они сделают это на тех же технологиях NVIDIA Или на технологиях Microsoft Типа XCloud То есть решений Решения есть, как это сделать Но почему это настолько антиконсюмерское решение? Я вот это понять не могу То есть как бы вот Ну потому что издатель не твой друг И в общем-то большая часть времени Он редкостный хуй сас Да Хочется услышать альтернативную точку зрения Вот серьезно И для этого мы позвали пиарщика Компании Activision Blizzard Который нам сейчас расскажет Про свои месячные таргеты Ё-хуй сас Ну пока-пока Так что происходит? Да, примерно так и ты Слушай, я не люблю Don't do guys have phones Вот серьезно Слушай, я очень многие вещи не люблю Которые делает NVIDIA Я вообще, в принципе, как таковую Как компанию Сами по себе Я не очень люблю Но могу сказать, что GeForce Now это реально крутая штука Вот И вот как она сделана Как бы как продукт И прочее Как бы вот на данный момент Это довольно реально крутая тема Если бы они ее реально Если они все-таки будут ее образовать В этом направлении Гнуть свою линию А не делать отдельную платформу Истор Как это было, например В случае со стадией Который вот У нас прямо, знаете Прямой пример Вот есть стадия Которая просто Которая просто сосет хуй Как бы И причем так прям усиленно Это делает Как бы И все хуже-хуже Все глубже-глубже Засасывает Понимаете И как бы Есть GeForce Now Который на самом деле В тихой сапой Реально народ Как бы все больше-больше Использует И самое главное Что даже Ну как бы это еще Ничего не значит Но Когда знаешь Там типа уже в статьях Люди пишут о том Что типа Бля Вот я что-то поиграл В стадию пиздец А GeForce Now Который вообще тихо Оказывается тут существовал Уже довольно длительное время Бля На конце В общем лучше Чем в стадии Как бы И ты такой сидишь Думаешь Бля Ну да Реально Сорян Ну Анонимно Занес нам 100 рублей Пишет Ей делают Собственный Стриминговый сервис Осенью проходил Закрытый Тестирование Давали 4 игры Титанфол 2 FIFA 19 Файл Вот вам инфо От анонима В донате Спасибо тебе Анонима Пишите Пишите свои В донатах Сливы Вот Свои Но вообще Я тоже слышал Про эту историю Вот Что Было Тестирование Своего сервиса Вопрос только в том Что окей Это будет Часть Origin Access Или что Да Почему нет Дима Есть большая проблема Одно дело Когда ты предоставляешь По подписке Игры И Стоим Ну Те деньги Которые ты заносишь По факту Как бы Ты по сути Частично оплачиваешь Игры Которые Уходят в казну Вот этим студиям По чуть-чуть Да Ну то есть Ты понимаешь Как работает Механика Экономика Твоей покупки Игры по подписке Правильно Ну А когда ты Блять Стримишь То ты покупаешь Время серверное Очень мощное Очень дорогостоящее Понимаешь И если ты платишь Подписку за игры Как бы И ты сидишь И херачишь Там 50 часов В неделю То я терпят Огромные убытки От тебя Понимаешь Потому что Ты Выжираешь Кучу электроэнергии Канала И всего-всего Ладно Сервера Не загружена Сто процентов Сервера Не работают Как бы Под одного Тебя Понимаешь То есть Не бывает Такая история Что у тебя В стойке стоит Один-единственный сервер И один-единственный сервер Ослуживает Одного клиента Так не работает Это Значит Это было бы Экономически Просто нецелесообразно Ну то есть Ты же понимаешь О чем я говорю О том что Очень важна Именно история Связанная с Серверным временем С экономикой Этого всего стриминга То есть ты хочешь сказать Что Инвидия с тебя берет деньги Как бы за По сути аренду Вот этого самого Серверного времени А не за игру Понимаешь И Google Который тебе По сути Код тоже сейчас За подписку Дает тебе Возможность Пользоваться серверным временем Несмотря на то Что у Google Мощности Очень большие Куча денег на это И Project x Cloud Который Ну вроде как Якобы Позволит тебе Играть Стримингом Понимаешь Но еще хер знает На каких условиях Как чего Почему Потому что пока все В виде экспериментов Я просто напоминаю тебе Что Условные слухи Про PlayStation 5 То что она будет Поддерживать стриминг везде И она будет делать это На исключительно технологиях Майкрософта То есть как бы Ты сейчас об этом говоришь Что типа А блять Технологий нет Это все очень сложно Дорого И вообще Типа Типа Издателям Это нахер не надо А зачем им это делать Если они могут Арендовать Серверную стойку У Майкрософта У того же GeForce Или условно У Google Ну то есть как бы Ты понимаешь что Они ее арендуют За определенную стоимость Ну как бы там Электроэнергия Канал Как бы сама по себе Стойка ее загруженность То есть Когда ты Не зная Не зная Стоимость Ты не можешь Вычислить эту историю Ну чувак Когда ты арендуешь стойку Понимаешь Ты как бы Она по сути простаивает Из-за тебя Потому что они не могут Ее сдать кому-нибудь другому За большее количество денег А раз это стойки Не резиновые Они не бесконечные Понимаешь Это же инстанс Это же аренда инстанса Ты арендуешь инстан Значит кто-то другой Кто может заплатить Больше Как бы он не может А тебе А тебе нужно Уменьшить количество денег Понимаешь Ну потому что Ты это продаешь консумеру Ты продаешь это Не интерпрайзу Эту стойку Ты эту стойку продаешь Играться в игры Простому консумеру По супермаленькой цене Тогда как эту же самую стойку У тебя может купить Условный там Какой-нибудь там НАСА Да И считать там Какими-нибудь космические штуки За как бы В 10 раз большую стоимость Только вот НАСА Это нахуй не надо А консумеру нужно Понимаешь То есть вопрос упирается Вы рассуждаете С позиции того Что типа Это дорого Это неправильно Вы считаете Что NVIDIA Работает себе в убыток сейчас Да Абсолютно точно То есть Если хочешь посмотреть Как коммерчески Будет стоить GFN Посмотри на Самфаровский Российский GFN Вот серьезно Вот Это примерно Рыночная стоимость Этой услуги Это самый скользкий момент Облачного гейминга Потому что конечно Это будущее Это здорово Но если В консольной Классической модели Тебе Фактически Продают за деньги Инстанс И зарабатывают Кстати на нем Уже впоследствии После запуска Через год-два Да Сами производители консоли Продают тебе аксессуары Для этой консоли Геймпады Наушнички И прочее Говно То в случае С облачным геймингом Ты платишь За инстанс Понимаешь Да Но ты не знаешь И все затраты В Hardware уберутся На тебя Ты не знаешь Во-первых Несколько историй Ты не знаешь Сколько стоит Это конкретно Там условно Для NVIDIA Предположим Да это NVIDIA делает Для условно NVIDIA Сколько это стоит Ты не знаешь Затраты на Северную стойку Ты не знаешь Какое количество Инстансов Они могут запускать На одной Северной стойке Может быть До хуя Может быть Там идет распределение В зависимости от того Насколько Сложную игру Запускает Игра Ты же не знаешь Как это работает И ты рассуждаешь С позицией консюмера Что вот Это стоит 100 тысяч долларов И для того Чтобы потом купить Понадобится 5 лет А может быть У них Самая Самая Большая проблема Всех облачных сервисов Это цена И Если ты посмотришь На модель стадии И на модель Российского GeForce Now То ты обнаружишь Что вот Может быть Эти вещи Берутся там Не потому что Компании жадные А потому что Это ну просто Экономически Хотя бы в ноль Или в окупаемость Вводит Потому что Nvidia может Она очень богатая Компания Может себе На первых порах Этот сервис Субсидировать Как его может Субсидировать Майкрософт Но это же тоже Не бесконечная история Просто например Ты должен понимать Что например В России Стоимость вот этого ГФНа Я сомневаюсь Что там кто-то Особо сильно Что-то субсидирует Поэтому вот это Скорее всего Действительно Более близкая цена К реальной Чем GeForce Now За 5 баксов Или сколько За 10 стоит За 5 За 5 Потому что в России Косарик стоит Вы же не знаете Сколько Ты же понимаешь Что условно Савмар Савмар Короче как владелец Мвидео Вот я забыл Как компания называется В общем Короче вот Компания владелец Мвидео Которая делала Совместный Я так по-моему С Ростелеконом Что ли Савмар Которые сделали Совместно По-моему Это с Ростелеконом Вот это ГФН Да С Ростелеконом Вот Вот они могли Учитывая как в России Строится бизнес Никаких вот этих историй Давайте себе Бинус на 5 лет вперед Там в этот момент Поставить Вот так бы Просто пришли бы И сказали Вот на совете директоров Понимаешь Давай Давай Окупимся через 3 месяца Вот тебе такое задание Блин И 3 месяца Что-то много Давайте через месяц Да И вот в России Бизнес делается так Понимаете Типа Никто вам Никто ничего Не выдаст Понимаете Поэтому в России GeForce Now ГФН Стоит Сколько По-моему Что-то мы считали 12 что ли Тысяч за год По-моему Или 11 тысяч Тысяч рублей в месяц Она стоила Когда последний раз Смотрел Можно было на год Купить По-моему За десятку Что-ли Вроде бы Вот Я не помню Ну короче Чуть больше десятки Десять тысяч рублей Давай сделаем Пока про нас Не узнали Про курорские Так это и работает В России Тем временем И Лев Бузенцов Занес нам тысячу рублей У меня для вас Нет никаких сливок Вот просто Димке 500 Тимурчику 300 Максимке 200 Вот так Спасибо Спасибо Всем сестрам Посерек Короче 10к в год Нам говорят Это действительно так И вот 10к в год Среднего юзера Я думаю Который играет там Ну Если там плюс-минус Посчитать Я думаю Средний юзер Активный Который реально Заплатил за год Скорее всего Играет Ну типа Два часа Вот Два часа в день Я думаю Что это более-менее Адекватная История Сколько там Получается За месяц 150 часов Не Пежу 60 часов Вот короче 60 часов Вот как бы В месяц За условный косарь Или там Если на год Вперед оплатил За 900 Там примерно Рублей Вот это более-менее Адекватная Наверное Стоимость Вот этой всей истории Чтобы типа Окупиться Вот Поэтому Ну Как бы Я думаю Что вот Я думаю Что GeForce Как раз Nvidia В мире Делает всю эту историю С более Таким Подходом К бизнесу Европейско-американским Когда они наверняка Сейчас занижают Стоимость Чтобы отбиться Типа не в первые Полгода Хорошо Какие тогда Вот Могут быть Скажем так Логичные Абсолютные решения Для чего 2K и все остальные Компании Убирают свои Игры из этого сервиса Ну То есть как бы Мы обсуждали Эту историю Что Ну Во-первых Они либо делают Свои Такие сервисы Ну Раз вы говорите Что это дорого И никому нахер не нужно Возможно Это так Второй момент То что Вам хотят Продать эти же игры Второй раз Поэтому Давайте Вы немножечко Заплатите Было бы классно Слушай Вот Правильно Он пишет Они просто Не чувствуют Что им За это Занесли А им Кажется Что надо Понимаете Поэтому Я могу Как бы Их тоже От чести понять Потому что Вроде как Ну Есть какая-то Новая платформа И на этой Новой платформе В твою игру Играют За бесплатно И ты сидишь И ты думаешь Что где-то здесь Есть наебка А потом тебе говорят Бля Чувак А можно Можно мне разрешение На моем новом ноутбуке Запустить твою игру Ну Мы это обсуждали В прошлом подкасте Ну да Я к тому Что типа И понимаешь Вот сидит Издатель Разработчик И такой Типа Ах ты сука Ну у них Они же другую логику Под все это подвели Они сказали Что Сервис NVIDIA Пиарится За счет того Что эти игры Есть в каталоге И как бы NVIDIA за это Берет деньги И ему говорят Бля Чувак Они берут деньги За то Что они тебе дают Удаленный компьютер Вот где-то там Далеко от стоящие Потому что у меня Нет компьютера А я могу поиграть Теперь вот На максималках Твою игру Которую купил в стиме Говорит Не-не-не Вот NVIDIA пиарится NVIDIA пиарится Вы кого-то Продвигаете Деньги зарабатывать Только потому что Моя вот игра Там есть Вот в каталоге Ему говорят Бля Чувак Я в твою игру Поиграл Только вот Через NVIDIA Потому что У меня нет компа Естественно Чувак ничего не отвечает Потому что Чего он блядь На это ответит Сказал Хуй ты мою игру играешь Хуй ты ее купил Как бы Типа И а ну иди Купи КПГ Понимаешь Ну это же тупо Димка который Пишет нам в чате Димка который подкаст Не может понять Что издатели тупые И ищет причин Я вам каждый раз Пытаюсь объяснить Что должно быть Альтернативное мнение Нельзя быть Такой историей Что вот мы должны Всем с другом Соглашаться В этом сраном Нашем подкасте У нас должна быть Вот альтернативная Точка зрения Я пытаюсь До вас донести Альтернативную Точку зрения Вы меня Вот разбиваете В пух и прах А могли бы Могли бы Предположить Какие нибудь Причины В том числе Экономические Да Например Просто люди Работают там Демоны Знаешь Гаргантю Какой нибудь Который просто Хочет чтобы Люди страдали Я бы удивился Поэтому его Суть Слушайте Нинтенд Засон 100 рублей Занимаюсь Передоставлением Серверов в аренду Бизнес переезжает На новые сервера Консюмерам Остаются сервера На 5-7 летней давности Так что такая история Ну это нормально Да Слушайте Ну давайте Как бы поговорим Про действительно Супер важные вещи Которые Вот как бы Если уж мы говорим Про игры Про платформы Есть сервера Тут дело в том Компания AMD Рассказала про свою Новую Платформу RDNA 2 И параллельно Рассказывала Типа о своих успехах И говорит Что типа Блин Ну чуваки Вообще-то Как бы В новых консолях Будет стоять Решение От нашей компании Вот PlayStation 5 Как бы Вот новый Xbox Как бы И вот Вы сами понимаете Вот мы впереди Планеты все Не то что там Вот эти вот Спектр мелдаун Сами понимаете А ком мы Короче И параллельно Говорят такие Типа братаны Но вообще-то Как бы Нас не просто Так выбрали Потому что Мы Успешно Последние годы Поставляем Microsoft и Sony На целых 150 миллионов Консолей Свои Решения Вот Естественно Все люди сидят И такие Так 150 миллионов Консолей Одна компания Рассказывает Сколько продала Консолей Вторая Не рассказывает И получается Получается Что у нас 109 Плюс X Равно 150 Сколько же Это X И выясняется Что X Это 41 А что это Мало Вот Ты знаешь Мне кажется К Филу Спенсеру Приходит Кстати Надыл И тоже Так Спрашивает Понимаешь А потом Фил Начинает Эту историю Нет Нет Тимур А потом Я думаю Что на самом деле Там Фил Примерно так же Приходит Такой И говорит Кстати Все в порядке Все хорошо Ты понимаешь Что наши игры Выходят на всех платформах Кстати Говорит Какие наши Кто наши Я тот один Вот И Фил Такой Говорит Братан Подожди Подожди У нас вот Gears 5 вышли И Кстати Говорит А ты их продавал По фулл прайсу Нет Я их продавал В геймпассе Какой геймпасс Он говорит Ну как Нам тут платят 10 долларов В месяц И говорит И это ты Типа наши Играм даешь Нет Все Какие Новые Тоже Что такие Мразито На самом деле Могу сказать Что геймпасс Практически Спас Наверное Подразделение Эксбокса Потому что Если у тебя Продано В 2 раза Меньше Даже больше В 2 раза В 3 Ты что Чем у конкурентов Это Наверное Звоночек Что ты что-то делаешь Не так Вот серьезно Подожди Подожди У тебя А сколько компьютеров На Windows А В мире Наши игры Выходят везде Windows тоже Наша игровая платформа Понял Ну это Возможно Но Не думаю Что там Довольно Такие большие цифры Не такие Как и на консолях Мне просто кажется Что В новом поколении Когда оно там выйдет У Майкрософта Есть Все шансы И справиться И сделать хорошо Как они делали Во времена Там условного 360 Потому что Все предпосылки К этому есть Они Сделали хорошую историю С геймпассом Они сделали Хорошую историю С покупкой студий Может быть Эти студии Сделают давно Xbox One X На самом деле Тоже хорошая консоль Потому что Это явно Xbox One Получил Настолько плохую Вообще Как бы Репутацию Все На старте 2013 году Когда было Другое управление Другая стратегия Все было другое Все Ну катил Старт рары Фил на самом деле Ну Там Сделал Xbox One X Которого Судя по всему Продали Чем мало Почти Почти Продали Знаешь Глядя на цифры Вот Но Как бы Окей Все равно Классная консоль Студии купили Xbox Game Pass Сделали Я могу сказать Что Я тут поговорил Со своими друзьями Ритейлерами Они говорили Сейчас же была Недавно акция За 27 990 Можно было купить Xbox One X То есть Это дешевле Чем ритейловая цена PlayStation 4 Pro 6 больше 4 Как вы помните И при этом Вы могли Реально купить За 28 тысяч Консоль Которую Многие игры Запускать В нативном 4К И многие игры У тебя будут доступны По Xbox Game Pass Сразу Да И купить Xbox Game Pass И просто Типа играть В тонну игр То есть Это реально Крутое предложение Я спросил Знакомого ритейлера Че кого Короче Он сказал Что даже так Не брали Вообще странно Это тупо Это тупо реально Потому что Это крутая консоль Крутое предложение И люди все равно Не брали Потому что Настолько Отвратительное отношение К Ну по крайней мере В России А дело не в этом Просто ты купил Xbox One Кто мы Я здесь один То есть Ну типа Давай поиграем В Call of Duty Ну подожди Ну там же много Всяких сингловых Игра Хотя Да Че это Я вспоминаю Ритейловые Вот эти все Как это Топы И там GTA 5 FIFA Call of Duty Ну понятно Ну в общем-то Да Файтинги Прочее И здесь реально Слушай чувак Нам надо с тобой Поиграть в футбол Вот я FIFA Да я тоже Консоль себе Куплю Слушай Xbox по акции Какой нахер Xbox ты ебанутый У нас у всех PlayStation Вот примерно Так это работает Ну это так работает В России В той же США Например Xbox Гораздо более Популярен Не 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 Он там не гораздо Более Он просто популярный Как бы на уровне PlayStation Вот И в США Действительно Xbox Популярен И там Думать То есть у тебя Скорее всего Реально есть там Твои сотрудники Друзья там В колледже И так далее У которых реально Xbox Как бы ты можешь С ними играть Там В Destiny Вот Или ты можешь Играть там С ними Call of Duty Там Fortnite Это все Хотя Fortnite Ты можешь Переграть Нет друзей И нет конфликтов По поводу Выбора Консолей Выбираешь Любую платформу Как тебе хочется Хочешь Xbox Хочешь PlayStation PlayStation 4 Pro PlayStation 4 Slim Nintendo Switch Выбираешь себе ПК Короче И все Больше ничего не выбираешь Вот Ну в общем Конечно Грустно Потому что Microsoft Ну теперь хотя бы понятно Почему Microsoft Не раскрывает Данных о продаже Потому что Они оказались Настолько Грустными Я думаю Что там ВМД уже наверняка Позвонили После этого Цирка Пиарщиков Там формально Придраться нельзя Потому что Ну во первых Они сказали Примерно То есть Примерно 150 А может и 300 Ну понимаешь Это Это был Financial Day Это мероприятие Для инвесторов И врать Они на нем Не могут Потому что Их прихватит За жопу Сек Когда они Они озвучивают цифры Они должны быть Максимально близки К истине Потому что Их за жопу Комиссия по ценным Бумагам США прижмет Иначе Это правда И это все И пизда тебе Потому что Считается тогда Что ты типа Манипулируешь Рынком Общественным мнением Да Не Ну типа Ты манипулируешь Стоимостью там Акций Ценных бумаг И как бы Значит это считается Сговором И все И пошел нахуй Интенд Зависам 100 рублей Call the cross play С бокс Играю со всеми Да Но тусовку Ты где соберешь В дискорде С мобилой Кстати Хорошая идея Вот вы Хуесосили Нинтендо Когда они делали Что у них Голосовой чат На мобильном приложении А сами то А сами то Сами то Дискорд на мобиле Все И понеслась Димка Сколько раз ты запускал Дискорд на мобиле Ни разу Тимур запускал Мы играли с Тимуром Я постоянно Играю Когда с ребятами Чтобы наушники Нацепить Короче наушники Маленькие От айфона Чтобы разговаривать С ребятами По дискорду От айфона И сверху Нацепить Голды Чтобы слышать Свою игру И все это ради того Чтобы Димка Нормально подстримить И не выводить Вот эту тупую Стрюшку Все люди Только не придумывают Лишь бы Как это называется SteelSeries Actors И как это называется Арксис Арксис Да Или Астра А50 Не покупать В котором есть А чем она помогла бы Мне Микшер есть Микшер Какой хуикшер Микшер Блять Вот сука Передо мной Ты хочешь сказать Ты хочешь сказать Что я смог бы Одновременно Слышать звук Дискорда С мобильного телефона И Плейстейшн Кабы из Плейстейшна Да Легко А как я с мобильного Телефона Через миниджек Через миниджек Так А микрофон Как определить Что он пойдет Именно в дискорд Ты микрофон Подключаешь К компьютеру К ноутбуку На нем запускаешь Дискорд Слушай На нем запускаешь Дискорд Подожди Я говорю Об истории Когда у меня нету Сейчас Считай Вот нет компьютера Рядом Хорошо Пошел вон Короче Не хочу объяснять Слушайте Слушайте Давайте Мы Очень много Говорим Про Microsoft А тут еще Есть Sony Которая Ну а что ты Sony молчит Sony испугалась Sony вообще Просто боится Microsoft где-то В манимирке Интернет Творить Между тем Sony на неделю На мой взгляд Сделали Наверное Самый Правильный шаг Со всеми Своими Игровыми Экранизациями И неожиданно Анонсировали Экранизацию The Last of Us Она кстати Давно была уже Достаточно в разработке Как фильм Теперь этот фильм Превратился в сериал А знаешь почему Кстати Знаешь почему Я сейчас расскажу В сериал Это уже гениальное решение Потому что Сама игра В общем-то Устроена Как сериал Такой поэпизодный Который делают Нил Дракман То есть это вообще Беспрецедентный случай В истории игровых Экранизаций Где сценарием Будет заниматься Сценарист игры Оригинальный сценарий Да И Крейг Мейзен Который снимал Чернобыль И был шоураннером Чернобыля Причем началось все Сериал выйдет на HBO А началось все С треда в Твиттере Несколько месяцев назад Ты понимаешь Что это Тред в Твиттере Это была такая Затравочка Ну то есть Началось все наверняка Гораздо раньше Конечно Но решение Отличное То есть вот Сам посуди Сама игра Но она не впихнется В фильм На мой взгляд Адекватно Она тоже В общем-то Имеет Такую эпизодическую Структуру Некой антологии Связанной Но антологией И тот факт Что они будут делать Именно Многосерийное шоу Еще и Автор Который Примерно В этом же жанре Работает Со стороны ТВ Еще и Вовлечение Чувака Который реально Писал эту игру Если никто Нигде по дороге Не обосрется Ни Sony Pictures Television Ни HBO Ни PlayStation Productions Которая сейчас Кстати возглавляет Сейкранизацией PlayStation Она не зависит От Sony Pictures Это очень важно Это независимое подразделение Меня интересует Вот такой вопрос Что там будет В плане сюжета Наверное Довольно глупо Пересказывать игру Ну то есть Как бы Все и так знают Ее сюжет Они будут вообще Новую историю Рассказывать Либо это будет Какая-то новая история Либо это будет История про тех же Самых персонажей То есть про Эли И про Джоэла Но какая-то Параллельная Развивающимся событием Или Скажем так История Которая будет развиваться Между первой И второй частью То есть Такой типа Мостик От первой И второй Да-да-да То есть Сеттинг Вообще На самом деле Довольно клевый И теоретически Из этой истории Можно получить Ну если не Ходячих мертвецов То такой Довольно неплохой Наверное Кассовый Хороший сериал Да Такой интересный Напоминаю Что во всех драмах Про зомби И про В данном случае С зараженными Кордицепсом Монстров Каждый раз Оказывается Что люди Хуже Чем Монстры Во всех этих Историях В этом же На самом деле Как раз таки Нет ничего Необычного Поэтому Сами понимаете Слушайте Ну я вообще Могу сказать Что конечно Я жду Сериала Мне если честно Очень хочется Посмотреть Мне кажется Это охуенно Это будет Да И Она действительно Круто Ляжет Туда Единственное Я очень боюсь Что как бы Это не превратили В очередной Walking Dead Который вроде как Прикольный Вроде как Там в зомби И прочее Но больше Про отношения Это HBO Ты можешь Ты можешь Во-первых На этом плане Расслабиться Потому что Смотри Walking Dead Может быть говно Но это топовый сериал Который смотрел Кучу народу А знаешь почему Дим Он выходил На эфирном телевидении И кстати Из-за этого Куча ограничений Никакой обнаженки Никакого насилия Никакой жести Реальной В сериале же нет Потому что он эфирный Почему там была жесть Ну то есть как бы Ближе Там же американская жизнь Ты не можешь Показать сосочек Но можешь показать Развороченную голову Мозги А я говорю Про тот факт Что Именно тот факт Что это выходит на HBO Это очень круто Потому что HBO Снимает Ну одни из самых Жестких таких сериалов На телевидении Серьезно И вообще в стриминге Как таковом Ну вспомни Игру престола Ну короче В Last of Us Я верю Потому что там будет Дракман Я уверен Что он не просрет Если бы делали Кто-то другие Даже с учетом того Что там типа Мужик Который делал Чернобыль Я скептически бы Это воспринял Но мне кажется Что Дракман Вот это хороший Реально Выбор Скажем так На сценариста Всей этой истории Слушай Мне очень понравилась История О том вообще Как The Last of Us В общем-то Родилась И как Дракман Там оказался В кресле режиссера И сценариста Что они С Борисом Стрейли Как он там Стрейли Брюс Стрейли Брюс Стрейли Да Они когда делали Uncharted 1 И Uncharted 2 Там 3 Они же Все время Стремились к принципу Такому Что должны Всегда Перепрыгнуть Сами себя Через голову Ну то есть Сделать круче Чем даже рассчитывали И вот они сделали Первый Uncharted И он хорошо зашел Они такие Блин круто Мы даже не ожидали Ну то есть Настолько классно Игра всем зашла И вот они делают Вместе с Энни Механик Типа вторую часть Она Всем не просто заходит А прям взрывным Образом Просто заходит И они все в шоке Насколько это круто И короче Во времена Когда они Как раз Uncharted 2 Занимались Они ходили Обедать с Брюсом Стрелли И В этот момент Обсуждали Типа разные идеи Типа что можно сделать Какие-то интересные Классные штуки Вот И например Одна из вещей Была о том Что они хотели Чтобы Один из героев Ходил С Каким-нибудь Сказочным Или типа Ну короче С каким-нибудь персонажем Который не сможет Разговаривать Вот И который должен Будет тебя ходить Типа Ну Пытаясь с тобой Объясниться Но не словами Но тебе показывают Типа куда идти Ну типа Че делать Там и прочее И вот Они хотели это применить В каком-нибудь Следующих игр Но в итоге Применили Во втором Uncharted Когда если помните Есть момент Где Да Где ходит С жителем Тибета Дрейк Который Говорит только На тибетском Естественно Дрейк его не понимает Мне вспоминается Сразу чувак На реддите Который Жил в Тибете Эмигрировал в США Играл в игру Там очень хвалил Разработчиков За то что Кучу деталей Неочевидных Подметили И переводил Специально по заказу Реддита Фразы Тензина Типа Как этот идиот Вообще так долго выжил Или Что этот придурок делает Или Нахер ты тянешь Эту сосульку На себя Да И короче Смысл в том Что вот они так Разрабатывали концепции В одной из них Они разработали Что должна быть Игра Которая Ходит Персонаж С Неким ребенком Который Типа не его ребенок Которому он Должен обязательно В конце прикипеть Чтобы это было Прямо вот как Его дочь Из этого Родилась концепция Соответственно Заластуваться Куда дальше Уже начали насаживать Типа все остальное Вот То есть Концепция изначально Была именно про Персонажа Взрослого мужика Который должен Ходить с ребенком Которому Ну не его Которому должен Прикипеть Как к своему То есть Психологическая история А на нее уже Все остальное навешали Вот И В итоге Смысл в том Что Когда они начали Делать игру Дракман же вообще Был там чуть ли не Каким-то там Типа Ну он по-моему Чуть ли не следил За Бля Зачем За моушн капчером Короче За постановкой Моушн капчера Вот И в какой-то момент Типа По какой-то причине Там короче Выпилился сценарист То есть Типа Его не было больше И Постановщик И в итоге Брад Дракман Становится постановщиком И это была первая его игра В которой он полностью Типа контролировал Весь процесс постановки Будет ли он Контролировать этот процесс В сериале Вот чем большой вопрос Ну Там просто прикол был в том Что Говорили Что он приходил Ко всем Актерам Которые там были И говорили Пацаны Это мой первый проект Я точно обосрусь Поэтому пожалуйста Отнеситесь с пониманием К тому что я обосрусь Вот Пожалуйста Типа Мы вместе Мы сделаем это И говорят Была куча ситуаций Когда он выдрачивал их До совершенно Безумнейшего Там просто Перфекционизма И некоторые сцены Переделывали просто Огромное количество раз Чтобы они получились Прямо настоящими Вот И в том числе И в том числе Актеры Рассказывали Как раз таки Этот Как его зовут Трой Бейкер И вот это Эшли Джонсон Эшли Джонсон Эшли Бёрч Или Они когда на эмоциях Начали смотреть Друг на друга Что-то типа там С 30 дубля Они поняли Что Вот между ними Возникла эмоция Которая Возникла именно между ними А не между героями Не актерская эмоция И вот этот дубль Оказался в итоге Типа Нормальный Если хотите Больше инсайтов Тех Которые говорит Тимур Обязательно посмотрите Шоу Ретро-реплей Где Трой Бейкер И Нолан Норд Играют в игры Там вот у них есть Серия Где они проходят Ласта вас И они там как раз Этю Джонсон зовут Дракмана Они Нила Дракмана Да Позвали На последнюю серию Отличное Совершенно шоу И там был момент Я просто вспоминаю Про ретро-реплей И силу Вот искусства Когда Они позвали На самый первый выпуск Девочку Которая играла Дочка Джоэла В самом начале Вот И там как раз Происходит спойлер И там просто Они такие Сидят в обнимку Вместе с Бейкером Вдвоем И не могут оторваться Но самый прикол Не в этом Самый прикол в том Что Нолан Норд Проходил игру Впервые в жизни Он никогда не видел Ласта вас Хотя играл там Одного из персонажей И он смотрит Начало И проходит спойлер Нолан Норд Вот с лицом Три минуты Смотрит в экран И она ничего не говорит То есть это Они вообще бесценные истории Короче надо обязательно Перепройти Будет Ласта вас Перед Второй части Да я это сделаю Как и дум Надо перепройти Пацаны Обязательно Слушайте Но давайте Потихонечку Все таки Свернемся К нашим впечатлениям Кто что смотрел К того что играл Кто что делал На неделе И в общем то Давайте наверное Начнем с Одного из самых Интересных сериалов В запасное время Которого очень многие ждали Фанаты И Димка Ты можешь рассказать Вот ты смотрел Вообще до этого Старые сериалы Стартрека Да Хоть какие-нибудь Я смотрел Мы говорим Про Звездный путь Капитан Пикард Новый сериал По Стартреку Я могу сказать Что я смотрел И Стартрек 60 И Стартрек 80 Который The Next Generation И Стартрек Voyager И Стартрек Deep Space Nine И все фильмы Абрамса И в общем я очень люблю Стартрек Мне гораздо больше нравится Мне принести модель Контерпрайз Нет не надо Спасибо Гораздо больше нравится Чем Звездные войны И Звездный путь Капитан Пикард Это очень клевый сериал Но вам его будет Тяжело смотреть Если вы не смотрели The Next Generation Вот серьезно Несмотря на то Что они попытались Прям вот дословно Объяснить Все происходящее Там чуть ли не прямым текстом Тебе говорят Что происходит Все равно тяжело У вас не будет Радости узнавания Там знакомых персонажей Там есть моменты В которых появляются люди Которые как бы Снимались в The Next Generation То есть не будет Такой истории Что Какие-то Ситуации Которые происходили В старых сериалах Обыгрываются По-новому То есть Если вы не смотрели Старых сериал Будет смотреть тяжело А как для фаната Я могу сказать Что мне прям Очень сильно Понравился Капитан Бекар Потому что Поскольку это Вот Это Хорошо снятое Отлично поставленное С хорошими актерами Чисто фанатский сериал Вот так Это при том Что я тоже Посмотрел Там пока 6 серий доступны Кстати Если вы живете в России Вы можете абсолютно легально Заценить на Amazon Prime Он классно выглядит То есть Вот моя всегда Претензия к сериальному Стартреку Включая кстати Недавний Discovery Была в том Что он выглядит дешево Я же рассказал тебе Историю про Discovery Как они снимали Второй сезон Ты рассказывал Рассказывал Что они Они все деньги Всрали в первую серию Да Да И все остальные серии Пришлось сделать Такие же Да Да Суть себя в том Что ТНГ просто устарел Хотя когда он выходил Он выглядел очень хорошо На G-1 Вот Но Пикар выглядит классно Все серии И ты просто не веришь Что наконец-то Кто-то додумался Снять Стартрек И не просрать Все бабки На первую серию А растянуть их Все-таки на сезон Да Это реально очень клево Но рекомендовать его Я не знаю Вот серьезно То есть как бы Смотрите сами Если вы фанат Если вы треки То да Если не треки Ну вам наверное Не зайдет Да Мне тоже кажется Что надо быть в теме Скажем так Для того чтобы Слушайте Можно мы вам Совершенно ирелевантную штуку Я просто Только что Мне в голову пришло Что А помните Недавно PlayStation сказали О том что В связи с изменением Экономической ситуации Мы снижаем цены На PlayStation Plus В России Ты знаешь Где-то сейчас В офисе Sony Rush Oh fuck А что мешает им Просто сказать Что типа В связи со изменением Еще одним изменением Экономической ситуации Мы повышаем Цены в России Да да Типа Вот мы снизили Теперь и 3200 рублей Год стоит Открыть ворота Дааа 4500 Сокрыть ворота 5000 Да 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 Я просто прям Представляю Насколько это будет ужасно И такие Ты знаешь Ты реально выпускаешь Переселивиться А потом тебе говорят Типа Сорян 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 Все перепутали Отмените 4500 Я просто Представляю Как сейчас Знаете Игры Которые Вот прямо сейчас Закупают Ритейлеры Игры на валюту Знаете Там какие-нибудь Условные Там Я не знаю Resident Evil 3 Да И им там Говорят Что внезапно Играт Стоит Сейчас Скажу Сколько там 60 евро 5100 Такое просто Что Кинцо за 500 Да А потом Потому что Типа некоторые игры Стоит по 70 евро Вот Особенно там Всякие эти Зельды Там и прочее 5950 Вот А еще туда Добавляешь налог Там типа Да Там На 1 И 2 7000 7100 Так что Ребят Приготовьтесь Крыгать Прикатим Меня Расправить 5-7000 За игру Как бы Приготовьтесь Скидончики Исключительно Скидончики И Рекомендации Никаких Блять Все Никаких Ритейловских Покупок В день Продаж Все Обойдетесь Так Время Экономить Я так Что Знаете Как вот Плейстейшне Есть Так Такая категория Типа Игры До 1200 Рублей Ща Будет Игры До 4000 Рублей Короче Это будет Очень грустно Вот Ладно Ребят Ну Че Давайте Кто Че Еще Посмотрел Че Ты Посмотрел Какой-то Я могу Скать Что Я посмотрел Доктор Дулитла Удивительные Приключения Доктора Дулитла В русской Это Первый Фильм Роберта Дауни Младшего После Роли Ну после Закрытия По сути Дештальта С ролью Айронмена И Это трейлер Который Никому не понравился Фильм Который Уже все Сказали Что он Будет Говном И Внезапно Он оказался Говном Он Я реально Не советую Его смотреть Если только Вы не смотрите Его прям Совсем С ребенком Или если Вы там Не знаю В полоборота Смотрите Делами Занимаетесь Вам вообще Посрать Что происходит На экране Вот Может быть Тогда Мы лежали Учера У меня кот Лежал Смотрел Даже кот Знаете Уже Сначала Смотрел Внимательно Что происходит На экране А потом Закрыл Глаза Ты знаешь Историю С этим Фильмом То что Они очень Долго Его делали Отправили На досъемки И добавили Туда Вот этих Идиотских Шуток Которые Пропердешь Эти шутки Их не было В оригинальном Сценарии Я когда Смотрел Доктор Дуртл Думал о том Что Даже Вот эти шутки Которые Не смешные Они хоть Как-то разнообразие Вносят В кино Но Мне кажется Даже ребенку Было бы скучно Эту сферу смотреть Он какой-то Вот знаешь Вот он Никакой Он не вызывает Никаких эмоций Он абсолютно Проходное кино Да И если честно Конечно Мне немножко обидно За Роберта Науни-младшего Потому что Я думаю Что ему бы Хорошо было После вот Эронмена Какую-то Классную Крутую роль Как например Случилось у Криса Эванса После Например В третьей части Сыграть Да Нет Я могу сказать Что вторая часть Была отстойная Мне не понравилось Вот Смотрите Я говорил Что вот Ему нужна была бы роль Как у Криса Эванса После Капитана Америки В достать ножи То есть Крутая Классная Интересная Драматическая роль Совершенно С другим типажом И вот Крис Эванс Отлично Просто Вот он прям Классно сыграл В достать ножи Если бы У него Случилась роль Какая-нибудь А-ля Типа как у Хэнсер Вспомни гонка Или в Мэтью МакКонахи В Трудетективе Как бы Вот что-то типа Такого интересного Необычного Вот реально Мне очень жаль Что его первый фильм После Айронмэна Оказался таким Вот честно А тебе не кажется Что он как раз Специально и пошел Сниматься В максимально Непохожий На Марвел фильм Ну то есть Что не похоже Надо было пойти в фильм Только вот Не в детскую санину Понимаешь А нужно было пойти В хороший Драматичный фильм Тут вспомнили Хороший вариант Судья же был Где он играл Как где он за своего отца боролся Очень хорошая Я понимаю Я не спорю Но как бы я говорю Что сейчас Когда за ним Все пристально следили Прям все Супер Он же один из самых Высокооплачиваемых Актеров Голливуда И вот за ним Все супер пристально следят И он сливается Он сейчас просто Убил свой коэффициент Зарплаты Раза три Наверное Просто после этого фильма Что могу сказать Надо более грамотно Относиться к процессу Мне кажется Это был реально Какой-то оскароносный фильм Пойти В инди-драму Какую-нибудь инди-драму Про какого-нибудь Героиного наркомана Который там Еле справляется Зарезал свою дочку Типа ради дозы Конкретно Дал мне младшего Не надо играть Героических наркоманов Героинных наркоманов А то это будет боебик Ну да Но как бы Зато он же Круто сыграл бы И смог бы Он бы не сыграл В смысле Он бы сорвал Ну короче Мне очень жаль Я не советую Смотреть доктору Дулитова Как бы серьезно Если только там Как это Как сейчас принять сказать Слово такое Отвратительное Слово как кальян Как-то называть Такую галик Под кальгом Надо было сыграть Наркоман И гея чернокожего Я напоминаю Что тропический гром Отличный фильм У меня уже было Такое в моем методе Однажды Когда На кроли Нью Армстронга Я залез в коробку Из холодильника И не мог вылезти Из модуля 90 дней Слушайте Я могу посоветовать Другой фильм Внезапно Неожиданно Совершенно Я посмотрел На топы Того Что сейчас смотрят Люди в разных сервисах Короче И увидел Что все смотрят Фильм Который Самый Самый Прибыльный Русский фильм Эвер Короче Это фильм Ооо Ты посмотрел Холопа Ну и че Знаете Я посмотрел И могу сказать Что Вот это как раз Хороший проходной фильм Который ты посмотришь Где все Знаете Такое прям Приятненькое Вылизанное Выхлощенное Вот прям Знаете Всем сестрам По серегам Раздали Все такое прям Классненькое Ничего не запоминаешь Толком Типа через там Пять лет вообще Ты забудешь Про существование Этого фильма Но вот он Как жвачка Для мозгов Он очень хорош Прям вот Можно сесть Вечерком Поржать Там посмотреть И просто Такое Улыбнуться Даже там Вот нет момента Где прям поржать И нет моментов Где ты прям Тебя что-то трогает Короче и так далее Но буду Заставить немножко Улыбнуться Удивительно Что Смогли Снять хорошую комедию Которая не тошнит Ну то есть Как бы Большинство русских комедий Они же отвратительные Ну да Вот я поэтому Удивлен Если честно Я могу сказать Что еще при этом Что интересно Главного героя Сыграл же Серб И насколько Вы знаете Наверняка Что он говорил С безумным Сербским акцентом И поэтому Весь фильм Был переозвучен Это я не знал Кстати Барбара Бурлоза Да Добро пожаловать Короче говоря Не он Да Вот Это на самом деле Очень смешно Вот Но фильм Сам по себе Я говорю Хороший проходной фильм Знаете такой Вот знаете Шутерок на вечерок Вот здесь тоже самое Типа комедии на вечерок Прям вообще нормальный Так что Я советую посмотреть Тоже Под калик Нормального Настоящий Пыхмастер Дунул дабл Эппл Включил Холопца Бабу не пойму Да Еще куча эмоджи В процессе Слушайте Говоря про У нас вообще Не киноподкаст Мы еще про игры Немножко рассказываем На неделе Шестого Если быть более точным Числа Шестого марта Спустя 14 Только вдумайтесь 14 лет разработки В релиз Вышел Ремейк Первого Half-Life Под названием Black Mesa Я его купил Еще в далеком В 2015 году Когда они только-только Вышли с первой частью игры Я кстати недавно Обнаружил Что она у меня куплена Я даже не помню Этого момента Они к счастью Всем людям Когда купили игру Тогда Когда-то давно Полностью обновили До релизной версии Все бесплатно И Я ее прошел За вот Четыре дня И причем так плотно Четыре дня играл Я уже забыл Каким длинным был Первый Half-Life Честно вам скажу По сути По сути Это то что мы Можем назвать Ремастер Это ремейк Это ремейк Ремейк Уровня Final Fantasy 7 ремейк Почему Я не так давно Был вынужден Проходить первый Half-Life Правда не до конца Да Половинку Потому что Очень просил меня Племянник Показать Что там происходило Ему понравилась Вторая часть А он в первую Не может Ему тяжело Ну то есть Там старый геймдизайн Старое все И после этого Я вот все Блэк Мессу С освежившимися Впечатлениями После первого Half-Life Блин Насколько Колоссальную работу Проделали модеры Во-первых Игра не выглядит Вообще Как фан-проект А Надо понимать Что Краубар Коллектив Это студия Без офиса Они все Работают По удаленке То есть Это чуваки Которые собрались В интернете И сделали игру Во-вторых Она реально Звучит Выглядит Отполирована Как нормальный Триплэй шутер То есть Вы можете Вот его купить Сейчас И у вас Не будет Никаких нареканий Типа за что Я заплатил Там свои 500 рублей Да Но при этом Она все-таки Устаревшая Довольно-таки Она технически Устаревшая Потому что Движок Source И как бы Они не лепили На него Какие-то твики И какие-то улучшалки Все равно видно Что это движок Source Но при этом Игра выглядит Очень приятно Самое главное Что она реально Охерительно Переработана Очень многие Уровни вырезали Очень многие Уровни добавили Кучу уровней Поменяли Поменяли Пейсинг Поменяли Саму структуру Даже геймплея Потому что Появились физические Головоломки Как в втором Half-Life Появилась куча штук Которых не было В первой части И самое главное Они переделали Зен Это вторая часть Первого Half-Life Которая считалась Наверное Самым уебищным Что было В первой игре Это были Тяп-ляп Сляпанные Уровни На 4-3 часа Которые Ты просто Проташнивал И они выглядели Абсолютно Тошнотворно При этом Зен Зен здесь Он совершенно Восхитительный Это наверное Лучшая часть игры То есть Он потрясающе Выглядит Там Офигенный Такой Лавкрафт Начинается Ближе к концу Они здорово Переделали Босс-файты То есть Там например Сражение С этим Ходящим яйцом Горанчем И Финальная битва С Нихилантом Они реально Классные А раньше Ты такой Блядь Господи СВ Читз Гор Побыстрее бы Это Пробежать В общем Если у вас Есть ностальгия Во-первых Half-Life И вам не хочется Возвращаться В первый Half-Life Black Mesa Must buy Если вообще Что четыре Четыре дня Ты проходил Потому что Она длинная Она длинная Уже подзабыл На сколько Первый Half-Life Длинный Там почти Десять часов Идет только Кусок лаборатория А если Вы хотите Вкатиться В Half-Life И вообще Понять Почему люди Сходят по этому Всему с ума Очень советую Поскольку Она реально Очень современно Играется Очень свежо Она Относительно Современно Выглядит И вот у нее Нет синдрома Старого шутера То есть это Нормальная Хорошая Актуальная игра По приятной цене И с В общем-то Не абсолютно Не фанатскими Production Values Это хороший Триплэй шутер Ну по стандартам Года 2000 Наверное 12-13 Взуально Что в общем Сколько стоит Интересно 500 рублей 419 Даже 419 Камон Да Привыкайте К новым Ценам Покупайте Игр пока По старым Слушайте Можете Можете Мне подарить Эту игру Я тебе Хочу Давай Сейчас Гифтобой Короче Если что У меня Тимур Сетимур Сетимур Семен Да Да По-моему Это у меня Единственное Слушайте А я тут Посмотрел Сериал Про который Я хотел Рассказать Уже Несколько Подкастов Подряд Но Поскольку Он идет Вангоинге Я ждал Когда Он Закончится Это Сериал Который Называется Чужак The Outsider Про него У нас Бобук Говорил Одним Из подкастов Я его досмотрел До конца Я могу Сказать Что это Охренительный Сериал Похож По атмосфере Чем-то На настоящего Детектива История Следующая В одном Маленьком Американском Городке Происходит Убийство Ребенка И Собственно Говоря В этом Убийстве Обвиняют Местного Тренера Баскетбольной Команды Детской Находят Его Отпечатки Находят Его На камерах Наблюдения Проблема Только в том Что У Тренера Есть Алиби И он В общем-то Не мог Находиться В двух Местах Одновременно Такая Небольшая Завязка Начинается Все Как Реально Детектив То есть Такой Типа Как настоящий Детектив То есть Такая Мрачная Атмосфера Там Пытаются Баскетбольные Да Точно Мрачная Атмосфера Такой Типа Знаешь Вот Долгий Пейсинг То есть Долгие Там Смена Планов Такая Нагнетающая Музыка И прочее Но Продолжается Она Как Мистическая Некая История В которой Происходят Некие События Сверхъестественного Скажем Так Характера Это Насколько Я помню По роману Кинга По-моему Я Если я ничего Не путаю Да-да-да Это точно Могу сказать Что атмосфера Отличная Просто Вот Прямо Смотришь Первую серию Подсаживаешься Вторую серию Подсаживаешься И так Не успокоишься Пока не посмотришь Все Очень советую Чужак Мне прям Очень понравился И мне кажется Что Это вот Наверное Из тех сериалов Которые вот На фоне На уровне Настоящего Детектива Примерно Плюс-минус То есть Вот По степени Воздействия На зрителя То есть Я прям Советую Посмотреть Если ни разу В жизни Не смотрели Посмотрите У меня только что Макс добавил В стиме Друзья Короче У него 12 ловол У меня 6 А 6 это много Или мало Ну вот Нормально Учитывая Как много Ты играешь На ПК У меня целых 29 игр И 3 значка Ты что Вы смеетесь Три значка И 7 Зато я бы смотрел Что у меня на Плейстейшне Что-то типа 400 игр Что-то В общем-то Неплохо И на иксбоксе Еще около 200 Я помолчу Пожалуй Не буду Чем говорить Да Слушайте Говоря про стим Вот я как раз Гифт кибурки Отправляю Ей Спасибо Короче говоря про стим Я тут Благодаря нашей Общеподруге Марианин Напоролся в стиме На очень любопытную игру Она называется Hold Fast Nations at War Какой уровень Еще раз у тебя был Максим 12 У меня тоже кстати А нет У уровень стима 23 Извините Вот видишь Я больше пекар Чем ты Короче Hold Fast Nations at War Это такая игра В раннем доступе Инди Но Чем она хороша Короче Эта игра Это мультиплеерный шутер На 150 человек На одной карте Но есть оговорочка Это шутер Времен Наполеоновской войны И Со всеми реалиями Наполеоновской войны Там невозможно Попасть в противника Даже если в него целятся Единственный способ Кого-то убить Это стрелять Шеренгой То же самое пушка Ты не можешь просто Подойти к пушке И выстрелить из нее Тебе нужен чувак Который притащит ядро Засунет шомпол В пушку Потыкает в пушку И только после Кстати если он неправильно Не забудьте про пыж Да Да Пыж Если он неправильно Попыжит вашу пушку Пушка взорвется И вы все трое умрете Значит Но Прикол не в этом Прикол весь в комьюнити игры Несмотря на то что игра сделана забавно Несмотря на то что там есть реально прикольный геймплей То есть вы выстраиваетесь в шеренгу Выстреливаете Потом когда вы понимаете что враг пошел на вас в штыковую Вы сами бежите на врага в штыковую Потому что перезарядка занимает минуту Господи серьезно? Да Но самое охренительное это комьюнити игры Потому что все отыгрывают роли Значит там есть несколько сторон Франция, Британская империя, Пруссия и Русская империя То есть Российская империя И например когда мы играли за Российскую империю У нас был Как его звать? Знаменоносец И чувак играющий на флейте Чувак играющий на флейте играл какую-то херню там А чувак знаменоносец там же все основано на voice чате У него играл хардбас И мы шли в штыковую под хардбас Раз-раз это хардбас Или там появились уровни на кораблях Где вы сражаетесь И вы реально команда корабля Там чуваки у пушек, чуваки на брусах Капитан, который всем этим рулит Там например Когда ты понимаешь что проигрываешь Ты включаешь его и сейчас такой Вив ла Франс! И весь корабль такой Вив ла Франс! Вив ла Франс! Ох, Наполеон! Мы будем кашь эти английские пик-доги! Господи, ладно Короче, если вы ходите в игры не столько за гейплеем Сколько за экспириенсом Вы хорошо владеете английским языком разговорным Я страшно советую попробовать Hold Fast Тем более он стоит не очень дорого Это реально игра с шикарным комьюнити И там вот мы играли в нее буквально три часа Я позитивом зарядился на неделю Потому что когда ты бежишь на врага и кричишь За Русь матушку! За императора! За императора! И тут сзади чуваки начинают на кривом очень русском За императора! То есть ты слышишь, что они вообще не отсюда Это совершенно замечательное ощущение Ни с чем не сравнимое Очень советую Игры на стриме у нее? Тебе просят? Обязательно, обязательно На неделю запуляю Слушайте, раз уж речь зашла про видеоигры Я предлагаю вернуться к сериалам Пошли вы Я посмотрел сериал, который называется Мне это не нравится И несмотря на такое название I'm not ok with this Он называется в оригинале Несмотря на такое название Мне он понравился Короче, сериал от создателей Сериала The End of the Fucking World Если помните такой Я его даже как-то в подкасте хвалил, по-моему Да Мы все его хвалили Играет в нем девочка, которая играла в первой части Оно И парень из, по-моему, очень странных дел Ну, короче, актеры, вы их видели, сто процентов И это очень простой какой-то Такой, знаете, не то что добрый А такой какой-то вот Хорошая история 20-минутной серии Не успевает надоесть Но Вся история, в общем-то, рассказывает о том Как у девочки проявляются суперспособности И, в общем-то, это такая лайтовая версия Керри Стивена Кинга Ну, то есть плюс-минус Заканчивается очень быстро 20 минут серии Вы можете посмотреть весь сезон Не знаю, часа за три, наверное Ну, то есть прям вот Выделите День и посмотреть Мне понравилось Ничего плохого про него сказать не могу И даже, знаешь, вот В нем нету никаких раздражающих вещей Как во многих сериалах Ну, то есть вот Ты просто смотришь И тебе абсолютно нравится Все, что происходит То есть как бы Я даже удивлен Потому что мне казалось Ну, какой смысл Например, пересказывать Керри Говорят, что они докрутили немножко Не знаю Мне кажется, что Нормально все То есть вот Я не могу придраться К этому сериалу абсолютно У нас тут пишут Девочка слишком сексуальная Для роли школьной страшилы Чувак Вообще она такая Я так тебе аккуратно Там тебе говорю Что Твой адрес уже записали Вот И вообще там Типа и бай Да, я просто напомню Что те девочки Которых вы не считали Симпатичными В старших классах Потом Вы будете жалеть Что не считали Симпатичными В старших классах О, господи Я вспомнил этот мем Про Да, я видел Азиатку Который написан Типа в этом выпускном альбоме Под фотографией Вы все пожалеете Что со мной не встречались Короче И следующая фотка Ее, когда она Через 10 лет модель Супер-гипер-красивая Такая девочка И так На реддите Мол, блин Я вам говорила Короче Да Возвращаясь К полнометражным вещам То есть Игры Игры Все у нас Закончились Тут Вышел В прокат Российский С опозданием Небольшим Мультфильм Вперед Пиксар Который Онворд Да Онворд Онворд Короче Пиксар превратился В Дисней Я вынужден Это, к сожалению Констатировать Добро пожаловать В 2020 год То есть Я не Понимаешь В чем суть Суть вся в том Что Онворд Уже даже На стадии трейлеров Не цеплял Ты знаешь Что он засветился В скандале В России Да Который раздувает Два с половиной Изданий На самом деле Все в абсолютно Насрать на этот скандал Я даже рассказывать Про него не хочу Я все таки предлагаю Рассказать Потому что Например Нашим изданием Может быть И насрать на эту историю Но американским изданием Я просто вам объясню Дисней Изобрели Удивительного персонажа Невидимку Которая исчезает В международном прокате Это персонаж Короче гей Там не гей Там Как это Трансгендер Трансгендер Там да Вот видишь Настолько я слежу За этой Я не слежу За этой историей Я просто могу рассказать Что Это был первый мультик В котором Этого персонажа Озвучивала Лесбиянка Я забыл Как ее зовут Которая типа Как сказать Абсолютно открыто Об этом заявляет Вот И это Был большой шаг Для этого И В международном прокате Из ее персонажа Сделали Никого Ну просто Ничего В общем-то да Я говорю Это персонаж Невидимка Он испаряется В международном прокате А мультфильм Он То есть Вот скандал Единственное Чем он наверное Запомнится Потому что он Максимально безопасный Там есть в финале Я не буду спойлерить Момент Который Вот ты знаешь Сценарист такой Блянь Ну это же мультик Пиксар Нам же надо Чтобы зритель Пустил какую-то слезу Драму Итак Херак Это называется Психологическая Манипуляция Вот такой вот Рычаг висит Вот они его дернули Но тебе уже насрать Потому что ты в принципе Был к этому готов И В этом большая проблема Вперед То есть вот сейчас У Сони Анимейшн Есть трейлер Кстати у нас в канале Посмотрите обязательно Мультфильма Который называется Connected Это мультфильм Который снимали Авторы Into the Spiderverse Это мультфильм Где одним из сценаристов И консультантов Выступает Алекс Хирш Автор Gravity Falls И там тоже Такое Род муви Своеобразное Где там Семейство Путешествует По Америке Но при этом Параллельно Происходит Восстание машин Да Роботы уничтожают Человечество Да Там еще Совершенно шикарный Момент трейлера Где робот Видит перед собой Мопса И пытается понять Что это В итоге приходит К выводу Что это Буханка хлеба И взрывается Господи Серьезно Да При этом он Перебирает У себя в интерфейсе Картинки Со стоковыми Логотипами Такими Поверх картинки Значит Так вот Даже на стадии Трейлера Connected Выглядит куда Интереснее Чем финальный Мультфильм Вперед Поэтому Если вы на него Пойдете Не питайте Великих надежд Это не шедевр Это даже не хит Потому что Стартовал в прокате Он очень вяло Но я могу сказать У Pixar же Через раз бывает У них был Идиотский Хороший динозавр Который полное говно На мой взгляд И отличная головоломка Динозавр был Суть и прикольный Динозавр был Поинтереснее Чем Onward Динозавр был Типичный Диснеевский мультик Знаешь Прям вот Это не Pixar В нем понравился Короче Суть А что Onward Это сносное Семейное кино Вы не пожалеете О том Что сходили с ребенком Или там с девушкой Но Это не Верх Это не Inside Out Это не Даже Тайна Коко Которые Тоже Вот какой-то Такой Варбит Слушайте А я бы хотел Сказать Про Три фильма Сразу Давайте В одну Кучу Сложу Я посмотрел Соника Я посмотрел Хищные птицы Я посмотрел Пушки Акимба Могу сказать Что Из всех Этих трех Фильмов Смотреть Можно только Пушки Акимба Соник Начнем с Соника Макс правильно Сказал Что это Очень детский Фильм Он реально Очень детский То есть там Даже шутки Такие Совсем на ребенка Рассчитаны Но При этом Это Наверное Не прям Совсем маленькие Дети А где-то Подростки 11-12 лет Типа того Плюс-минус Соник Себя ведет Как типичный Подросток Все это Очень клево Сделано Но Абсолютно Беззубый Проходняк Проходняк Но Это не Голос Мне даже Детектив Пикачу Понравился В этом плане Больше Хотя он Мне не очень Нравится То есть Соника Можно Спокойно Пропустить Но Я не понимаю Людей Которые его Хуй сосят Серьезно То есть Люди говорят Что Соник Такой Отвратительный Блять Смотреть Невозможно Люди забывают Что это Детское кино То есть Как бы Ты со стороны Своего Тридцати Сорокалетнего Возраста Приходишь Такой Типа А что это Персонажи Блять Нераскрытые Не хватает Какой-то Блять Драмы Вы знаете Блять Давайте Соники Всего этого Нету И еще Там очень Шикарный Джим Керри Джим Керри Там просто Он весь Фильм Прикалывается И вот Прям Вот знаешь Отыгрывает Просто Просто Мразь Причем Он отыгрывает Мразь Как он Хочет Типа Но согласись В момент В трейлере Ты хочешь Поставить Кру Энджел Тезис Да Ну то есть Мне кажется И самое смешное Что там задел За сиквел В конце И судя по сборам Сиквел будет Потому что Я просто верю Что будет Соник Драда Короче Мне кажется Что Можно получить Своеобразное Удовольствие От этого фильма То есть Если вы Не ставите Там Себе в голову Угла Что это прям Вот Говно Смотреть никак в жизни Не буду Ну не знаю Мне кажется Он проходной То есть Если вы пропустите Ничего не потеряете Если посмотрите Ну как бы Фильм и фильм То есть Вот так Второй фильм Это Хищные птицы Тут Тиму уже Рассказывал историю О том Как В западном интернете Люди воевали Между Соником И хищными птицами Я еще тогда Поржал с этой историей Потому что Я просто не понимаю На хера Это было нужно Но Они еще и воевали Кроме Соника и хищные птицы Еще и хищные птицы Против Форд Против Феррари То есть Они воевали В две стороны Сразу Короче Если бы у вас Был вариант Что посмотреть Форд против Феррари Хищные птицы И там Мир Соник То я бы их расстал В следующем порядке Форд против Феррари Обязательном порядке На первом месте На втором месте Соник И потом хищные птицы Потому что Хую мразь Там говорят Вот я читал обсуждение Этого фильма И говорят о том Что хищные птицы Это реабилитация DC После провального Отряда самоубийц Вдобавок Повесочка По поводу того Что там типа Сильная женщина Там типа Ух Сейчас мы всем Раздадим люлей Там и так далее Но прикол в том Что сам фильм Сам по себе Это Настолько плоский Тупой боевик Что его сложно Досмотреть до конца Его пытаются Как-то разнообразить То есть например Там Харли Квинн Ну так как она Немного сумасшедшая Она рассказывает историю Например там Появляется какой-то персонаж Она такая Ой блин Я же забыла вам рассказать Давайте отмотаем На 40 минут назад И я сейчас вам перескажу А потом мы вернемся К этой истории И так она рассказывает Всю абсолютную историю Этого фильма Это вносит Определенное разнообразие И фильм гораздо лучше Чем Отряд Самоубийц Проблема просто в том У меня с этим фильмом Проблема такая же Как с Ангелами Чарли Я не понимаю Нахуя его было снимать Вот серьезно Ты знаешь Ты не переживаешь Ни за одного персонажа Может быть тебе В каком-то смысле Интересно Что произойдет С Харли Квинн Но остальных персонажей Вот фильм закончился Я не помню Как их зовут Настолько Настолько Их показывают Знаешь Что типа А вот эта девушка Которая у нас Стреляет из арбалета Ее зовут там Типа лучница Хантерс Типа того Ну вот Худит даджигурда Я не знаю Кто это Понимаешь Мне просто Поебать на нее Че с ним произойдет То есть не получается Такой истории Как в Мстителях Когда знаешь Типа ты Смотришь там Типа Тебе рассказывают Эту историю Подводят там К этим персонажам Они вступают В конфликты Идет какое-то развитие Нет Здесь ничего не происходит Здесь просто происходит Драки ради драк Взрывы ради взрывов И это не интересно смотреть Ну то есть вот Привет у меня Пока длинная Очень глубокая история Очень важная Я супер важный персонаж Ааа Все я умерла Ааа Слушай Типа того На эту тему Я помню Загудаев канал 8 марта Перепостил там Типа пост Одной Кинокритикэс Известный И там было Типа Вот в этот день Там Кэтрин Бигеллоу Единственная женщина Получившая Оскар Там за режиссуру Получила свой Оскар Чуваки Вы никогда не задумывались Что она единственная женщина Получившая Оскар Потому что она просто снимает Пиздатые кино Вот просто она снимает Значит На гребне волны Хардлокер Странные дни А не Харли Квин Маленьких женщин Леди Бёрд На самом деле Абсолютно Необязательные фильмы Для существования Нет И потом Вот эта история Тем что DC Реабилитировался Я могу сказать Что DC Реабилитировался Уже Одной Чудо-женщиной И скоро выйдет Следующая И тем же Самым Джокером Вот вам пожалуйста Реабилитация DC Чем плохая реабилитация Здесь в очередной раз Пытаются играть В это супергеройское кино И у них не получается То есть как бы Оно вроде Поприятнее смотрится Чем там Отряд самоубийц условный Ну как-то Я не знаю Нету какой-то изюминки Вот как будто Знаешь Тебе сделали Замечательное тесто Забыли начинку положить Я говорю Вот ты смотришь этот фильм И ты забываешь Все происходящее Спустя 15 минут Вот так Короче Хищные птицы Мне не очень понравились И последний фильм О котором надо поговорить Это Пушки Акимба И вообще Его Он называется Ганз Акимба И Наверное Логичным переводом Было бы стрельба По-македонски Поскольку это так Называется Просто такое Расхожее выражение Но Это Трэшак Это знаешь Вот фильм Разряда Я не знаю Ну то есть Да-да-да Прям Знаешь Давайте расскажу Синопсис Да То есть смотрите Есть некий Подпольный Бойцовский клуб Где стравливают Преступников То есть там Типа один преступник Убивает другого Все это снимают Камеры Снимают дроны И это и ведет Как шоу На ютубом На телевидении И куча народу смотрят И куча Они из-за этого Получают рекламу Прямо вообще Все Все круто И есть главный герой Которого играет Дэниел Рэдклифф Это Гарри Поттер Да я так и представляю Типа Который Гермиона Волдеморту Наше заклинание Как попиздел Ладошкой Да мы его Нахуй застрелим Короче Он Он смотрит Это шоу И Любит троллить Троллей То есть он там В чате Постоянно общается Кого-то посылает Нахер Кого-то посылает Еще куда-то В общем Где лазер не светится И Это приводит к тому Что на него обращает Внимание Один из Чуваков Который рулит Собственно этим Бойцовским клубом Он приходит к нему Домой Говорит что Вот это вы Писали что Джей молчаливый Боб Драть их Долго кверху С жопой Сейчас мы тебе Все покажем Они его усыпляют И приделывают Ему к рукам Болтами Две Две пушки Пятидесятого калибра Собственно говоря Он снять их не может То есть он Весь фильм бегает С пушками Приделами к рукам Он ничего не может Делать руками То есть даже Открыть дверную ручку У него не получается Потому что надо Вот Как-то пистолетами Это делать А проблема в том Что сам парень Он такой типа Очень мягкий Программист Мобильных видеоигр То есть он Он боится Стрелять и прочее И говорит Значит так Вот тебе задание На тебя значит Объявлена охота Победишь Значит типа Освободим тебя Не победишь Ну значит ты помрешь Вот и все И собственно Это начинается Беготня Начинается стрельба То есть такой типа А-ля Джон Викстайл Но он абсолютно Несерьезных щах То есть Дэниел Рэдклифф Бегает полуголый Через весь фильм В тапках Знаешь что Типа в виде Лапок Медвежьи лапки Да-да-да Бегает по всему городу Общается с бомжом Короче какая-то То есть просто Трэшак-трэшнёй Но его смотреть весело То есть это реально Очень весёлый фильм Вот Он не претендует На какое-то звание Прям просто Невероятных там Откровений Это не Джон Уик То есть там Постановка боёв Полное говно На мой взгляд Но его смотреть Интересно Хотя бы просто потому Что экшен в нём Экшен в нём Веселее Чем в Хищных Птицах В гораздо Разы просто Ну вот Ну и вдобавок К всему Очень мемасный Конечно образ Самого Дэнила Рэклифа Который С пистолетами Такой Так что Советую Если Доведётся досмотреть То советую посмотреть Такие дела Слушайте Ну и давайте Наверное Посоветуем статьи Нашим слушателям У нас их в этот раз Много Мы что-то Кучу всего Нашли Каких-то Интересных Классных штук Вот В общем-то Если кто-то Вообще Хотя бы иногда Открывает И смотрит Что мы там Советуем Рассказываем Мне кажется Это довольно классно Вот И первая статья У нас Это Тошнота в VR Тут написали Здравийный Лонгрид На Виси.ру Как в VR Разработчики Обманывают Человеческий мозг Почему бывает Тошнота в VR Ну и собственно говоря Как с этим борются Какие есть методы Обманки Для того Чтобы Вас в виртуальной Реальности Не тошнило И как это вообще В принципе работает Лонгрид интересный Советуем почитать В принципе Он Объясняет Очень многие вещи Которых Вы себе Наверное Задавали Такие вопросы Но не могли На них ответить Вторая статья Которую мы хотим Вам посоветовать Это очень большой Лонгрид На DTF Который посвящен Роману Война миров Герберта Уэллса Где рассказывается История создания Самого произведения Какие были Экранизации Какие будут Экранизации Развеиваются Популярные мифы Типа той же Радиопостановки От которой Все якобы Убегали в панике В 30-е И так далее И так далее И так далее Очень советую Не хочу Спойлерить Статья Классная А роман Почитайте Он до сих пор На одном дыхательнице Мне кстати Роман гораздо больше Нравился Чем любые Его Экранизации И прочие Да То есть Как бы Это Такое Третье Мне с Томом Крузом Кстати Мне очень понравился На самом деле С Томом Крузом Это где Девочка Постоянно орала Это вот Та экранизация Которая Я не насмотренный зритель Меня легко Удивить Третья статья Которую мы вам советуем Ножницы и микрофон Как в Голливуде Адаптировали Фильмы Других стран Ну собственно Из заголовка Все понятно Как Например Если вы смотрели Когда-нибудь Ночной дозор То знаете Что Абсолютно все Сцены с Гошей Куценко В американской версии Вырезали Я считаю Можно у меня Американскую версию Я считаю Что это заговор Против лысых Вот так Секундочку Короче Рассказывается Как переснимали Разные фильмы Как из Склеивания Нескольких И перевозвучивания Нескольких фильмов Получались Совершенно другие С другим сюжетом Реально Очень интересная Статья Про Голливуд Я в свою очередь Так как мы Периодически Говорим с вами Про Final Fantasy 7 Особенно сейчас В связи С выходом ремейка Я хотел Последовать статью На английском языке К сожалению Но если вы Нормально говорите Нормально читаете Почитайте Классную статью Про то Какие Отсылки К иудаизму Есть Final Fantasy 7 В плане сюжета Название героев Какие есть Так скажем Отсылки Даже вот В названиях Не только герои Но и там Каких-то Моментов Даже вот Что такое Лайвстрим Что такое Дженова Как они Соответственно Кабале Имеет Какое-то Вообще Отношение Поэтому Реально Почитайте Посмотрите Довольно Крутая статья Есть Вам интересно Спойлерная Кстати Если вы не играли В Final Fantasy 7 То Спойлерная статья Там очень много Интересных подтекстов В общем Эта статья Довольно классная Спасибо Максиму За этот перформанс Который происходил Сейчас с тебя в камере Максим Надел кипу И отрастил пейсы Спасибо большое Ну вот Понятно Почти Сефирот Да Таки шо Вы говорите Да-да-да Вот Хотя ты знаешь Больше ты мне сейчас Напоминаешь Айрис Конечно Ничего не скажу Таки 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 Ты видел Ее нос Таки Она Сефарджи Ты что Светочница Здравствуйте Да-да-да Ну В общем-то И Заканчивая Наши Замечательный Выпуск подкаста Который Такой Прошелся На праздничный Период Но вы уже Конечно Его слушаете Уже не в празднике У вас уже Доллар по 95 Рублей У нас еще Нет Вот Поэтому Пожалуйста Мы будем Надеяться Что Ваше Будущее Чуть-чуть Получше Чем Наше Прошлое И Хотим Поблагодарить В общем-то Всех тех Людей Которые Нас Поддерживают На ваш Поддержку Нам понадобится Очень сильно В ближайшее время Поэтому Не бросайте нас Не бросайте нас Если у нас Поддержанные Патреоне Это будет Очень хорошо Потому что Напоминаю вам Что у нас Очень много В последнее время Есть там Всяких Дел Сложностей И так далее Даже видите ДТКД Не выходит Потому что Напоминаю вам Что есть люди Которые Очень жаловались Что мы Живем в кадре А так как Мы Не можем Не жевать В кадре То Поэтому ДТКД Мы отменили Я напоминаю Что Тимур Очень обидчивый А я Очень обидчивый Ничего не можем С этим поделать Но Опять же Всех тех Кто Я не только Злопамятный Но я и добропамятный Я помню Всех наших Патронов И в общем-то Хотел Благодарить Всех тех Кто нам сейчас Заносит Больше Больше всех День Испальниче Возможно Это замечательные люди Типа 5D Trade Алекс Колов Алексей Кольцов Голливулин Евгений Петрунко Фонкопопраша.ком И коллекционные фигурки В России FX4Trader.ru Григорий Яффа Илья Кузнецов Илья Вакарчук Иван Ткачев Джаггер Меш Маринад Майк Брюханов Мистер Берни Никита Стрельников Орех Павел Петлищ Павел Стариков Полониум Реплейгеймкафе В Санкт-Петербурге Слава Украине Ти Юджин Валерия Неборская Варвара Яффа Владимир Ходоков Владислав Сульянов Вова Стельмощук Зив Алексей Пазников Арсений Вайс Агументированный апельсин Беня Дмитрий Лобаков Душевный подкаст Ни о чем Постбояре Женя Тонев Михаил Аронов Ромочка Какашкин Сергей Зарк-Клименко Сережа Шатальников Ярослав Хорищенко И еще у нас был отдельный Специальный новый Появился тир За которым мы не даем Ничего Ну первого человека Надо все-таки поблагодарить Нет-нет-нет Подожди-подожди-подожди-подожди Я объясню в чем смысл тира Дело в том Что у нас спросили А пацаны не хотят Сделать так Чтобы можно было бы Вот заносить Сколько угодно И несмотря на то Что на патреоне Это можно сделать Специально для любителей Анонимности Для богатых шейхов Готовых занести За строкасту много Мы сделали специальный тир На патреоне В котором мы не даем вам Ни-че-го Мы не упоминаем В подкасте Этого человека Пока что он один Но заносится нам Больше всех Спасибо ему большое За это Огромное спасибо Спасибо тебе большое Ты знаешь Кто ты Дорогой наш аноним Да-да-да Дорогой наш Теперь ты аноним Очень дорогой, да Ладно, вот В общем, ребят Спасибо вам большое И, в общем-то Мы благодарим всех тех Кто нас поддерживает Это очень много Для нас значит И круто, что мы можем Все еще вот выходить Даже когда очень тяжело Но мы все равно здесь И все равно с вами А если вы сидите Под карантином Из-за коронавируса То мы надеемся Что нам удалось Чуть-чуть скращить Ваш сратый день Вот Такие пироги Спасибо вам До следующего раза Всем пока-пока Пока Счастливо, ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok